Лестер де Лерей. Рассказы. Преданный, как собака. Крылья ночи. Конец света. Тайная миссия. Елена Лав. Лестер де Лерей. Преданный, как собака. Сегодня в могущественнейшем городе умирает последний представитель рода людского. А мы, созданные человеком, остаемся одни в зеленом и прекрасном мире, чтобы оплакивать и чтить память людей, которые умели властвовать всеми и всем, кроме самих себя. Я уже стар для нашего вида, но в моих жилах течет молодая кровь и я могу прожить еще долгие годы, если то, что сказал последний из людей, правда. И этим я тоже обязан человеку, подобно тому, как мы и человекоподобные обезьяны обязаны ему последней ступенью нашего развития. Мы, человекоподобные собаки, народ уже старый и давно связанный с человеком. И все же, если бы не Роджерстерн, может, и сегодня вылили бы на Луну и вычесывали блох или лежали бы в руинах империи человека, с тупым удивлением глядя на конец рода людского. Есть древние свидетельства о собаках, которые могли нечетко произнести несколько слов, но лишь Хангор, любимец Роджерстерна, сделала владение человеческой речью цель и делом своей жизни. Операция горла и морды, облегчившая ему эту задачу, была относительно проста. Труднее оказалось найти других, говорящих, собак. 5Однако Роджер нашел кроме Хангора еще пятерых, и так все началось. 2Определенный отбор и скрещивание, операции и обучение, пересадки желез и радиационные мутации, 3эти методы обеспечили постоянный прогресс. 1Поначалу проблемой было отсутствие денег, но вскоре его подопечные привлекли всеобщее внимание и стали высоко цениться. 4За свою жизнь он превратил начальную шестерку в тысячи особей и вывел двадцать поколений собак. 2Очередное поколение появлялось тогда каждые три года. 1Он видел, как его небольшая псарня во дворе разрастается в крупный институт сотней учеников и последователей, и убедился, 9что мир с нетерпением ждет его успеха. 9И прежде всего за это короткое время он успел увидеть, как Виляни хвостом сменяется речью. 3Его деятельность продолжили другие. 6Через две тысячи лет мы заняли уже такое положение рядом с человеком, что сам Роджер Стерн не поверил бы этому. 7У нас были свои школы, дома, работа и собственное общество. 9И даже независимость, когда мы того хотели. 9Продолжительность нашей жизни выросла с четырнадцати до пятидесяти и более лет. 9Человек тоже многого достиг. 9Он уже почти дотянулся до звезд. 1Пустынная Луна принадлежала ему уже много веков, его привлекали Марс и Венера, куда он добирался дважды, но пока не возвращался. 9Но и это было лишь вопросом времени. 9Можно сказать, что человек почти овладел Вселенной. 9Но не самим собой. 9Много раз в прошлом он сворачивал с пути Прогресса на дорогу убийства своих братьев. 9И это повторилось, он вновь начал борьбу с самим собой. 9Городы рассыпались в пыль, равнины на юге вновь превратились в пустыни. 9Чикова накрыл саван зеленоватого тумана, который убивал медленно, так что люди успели перед смертью бежать из города, 7предоставив его самому себе. 9Зеленоватый туман висел еще много дней, месяцев и лет, долго после того, как человек исчез с поверхности Земли. 9Я тоже участвовал в той войне, бомбардируясь самолета, построенного для нашей нации, города Империи Восходящего Солнца. 9Я сбрасывал маленькие атомные бомбы на дома, земледельческие хозяйства и все прочее, принадлежащие человеку, 9сделавшему мою расу тем, чем она была. 9Но мои люди велели мне сражаться. 9Каким-то образом мне удалось уцелеть. 9Сразу после последней великой атаки, когда половина человечества была мертва, 9я собрал своих товарищей и мы отправились на север с горсткой наших людей, искавших там укрытие от войны. 9Из сделанного руками людей остались только три города, окутанные зеленым туманом и непригодны для жизни. 9Люди собирались вокруг костров, прятались по лесам, охотились небольшими стаями. 9А ведь прошел всего год с начала войны. 9Какое-то время люди и мы жили в Согласии, планируя отстроить то, что осталось, когда война кончится. 9Но потом пришла болезнь. 1Полученная сыворотка оказалась непригодной, и болезнь становилась все страшнее. 9Она разливалась по суше и морю, хватая своими когтями человека, вызвавшего ее к жизни, и убивая его. 9Подобно большой дозе стряхнина нанесла смерть в судорогах и рвоте. 9Люди ненадолго объединились против эпидемии, но не смогли с нею справиться. 9Она все расширялась и добралась даже до нашего небольшого поселка на севере. 9С грустью смотрел я, как она атакует и сводит в могилу окружавших меня людей. 8А потом мы, человекоподобные собаки, остались одни среди руин мира, из которого исчез человек. 8Целыми неделями передавали мы сигналы по радио, которые научились обслуживать, но ответа не было, и мы поняли, что люди 8вымерли. 0Мы были бессильны. 9Как в былые времена, нам приходилось шарить повсюду в поисках пропитания. 9Кроме того, мы возделывали поле, насколько позволяли наши слегка модифицированные передние лапы. 1Но бесплодная земля севера не подходила для нас. 9Я собрал наши разрозненные племена, и начался долгий поход на юг. 9Мы шли от одного времени года до другого, останавливаясь весной, чтобы засеять поле, и охотясь осенью. 9Когда сани рассыпались от старости и подчинить их не удалось, мы стали двигаться вперед еще медленнее. 9Иногда мы натыкались на меньшие группы наших. 9Большинство вновь одычало, и этих мы присоединяли к себе силой. 9Шаг за шагом, становясь все сильнее, шли мы на юг. 9Мы искали людей, пятьдесят тысяч лет собаки жили с людьми и для людей, и мы не знали другой жизни. 9Посреди пустыни, когда-то там был штат Вашингтон, мы встретили группу наших братьев, 9которые не вернулись к закону клыков и когтей. 9У них были лошади и простая упряжь, и даже машины, приспособленные для собак. 9Мы остались с ними, выбрали правительство и построили временный город. 9Из-за отсутствия рук нам приходилось пользоваться малопригодными для этого лапами и зубами, 9но мы создали себе подобие безопасного пристанища и даже достали немного книг, чтобы учить по ним молодежь. 9Однако потом в долину прибыл еще один клан, направлявшийся на запад, и сообщил нам, 9что вроде бы одно из наших племен село на востоке, в огромном городе, полном больших домов и лежащем над озером. 9Я догадался, что речь идет о Чикаго. 9О зеленом тумане они ничего не слышали, знали только, что жизнь там возможна. 9В ту ночь, сидя вокруг костра, мы пришли к выводу, что если город годится для жизни, 9то там есть и спроектированные для нас дома и машины. 9А может, даже люди, что дало бы нам шанс воспитать наших детей так, как положено. 9Много недель готовились мы к долгому переходу до Чикаго, погрузили наши запасы на примитивные вазы, 9запрыгли в них наших животных и начали путешествие на восток. 9Уже приближалась зима, когда мы стали лагерем под городом, по-прежнему могучим и величественным. 9Хотя он простоял покинутым шестьдесят лет, не видно было следов разрушений, 1фонтаны в западном районе продолжали действовать, питаемые автоматическими насосами. 9Мы подкрались к жившим там в темноте и тишине. 9Они жили на большой площади, покрытой нечистотами, и мы заметили, что от цивилизации у них не осталось даже огня. 9Схватка была кровавой, яростной и беспощадной. 9Впрочем, они уже обленились в безопасных стенах человеческого города, да и клан был не так велик, как нам сказали. 9Кутру остались только убитые и захваченные в плен, которых мы собирались потом обучить. 9Древний город был наш, Зеленый Туман наконец-то ушел после стольких лет. 9Теперь у нас было множество всякого добра, фабрики продуктов, которые я умел обслуживать, машины, 9которые человек приспособил к нашим потребностям, дома, в которых мы могли жить, энергии из атомного ядра, 9которую можно было освободить щелчком выключателя. 9Даже без рук мы могли жить здесь с удобствами и в безопасности многие века. 5Может, наконец теперь сбудется моя мечта о приспособлении наших лап инструментом и работе человека, 9даже если нигде не удастся найти людей. 9Мы почистили город и поселились в южном районе, предназначенном для нашего общества. 9С помощью нескольких старших коллег, отцы которых воспитывались в духе, установленном человеком, 9я вел новые порядки и запустил большие машины, дающие воду и свет. 9Мы вернулись к спокойной жизни. 9И вдруг через несколько месяцев один из моих заместителей привел ко мне Пауля Кеннина. 9Человека, настоящего человека после столь долгого перерыва. 9Он улыбнулся, а я жестом удалил своих товарищей из комнаты. 9- Я заметил свет, – объяснил он, – и сначала подумал, что вернулись какие-то люди, хоть это и невозможно. 1Однако у цивилизации еще есть продолжатели, поэтому я попросил одного из вас отвезти меня к вождям. 9Приветствую от имени того, что осталось от человечества. 9- Приветствую, – выдавил я. 3Это было как возвращение богов. 1Мне не хватало дыхания, на меня сошел великий покой и умиротворение. 9- Приветствую, и пусть тебя благословит наш бог. 0Я уже потерял надежду увидеть когда-нибудь человека. 0Он покачал головой. 0- Я последний человек, оставшийся в живых. 0- Пятьдесят лет искал я людей, но напрасно. 1Вижу, вы неплохо справляетесь. 3Я бы хотел остаться с вами и помочь вам в работе, насколько хватит моих сил. 2Мне удалось пережить болезнь, но иногда случаются рецидивы, в последнее время все чаще, – и тогда я лежу слабый и безвольный. 9Потому я к вам и пришел… 9Странно, – сказал вдруг он, – мне кажется, я тебя знаю. 9Хан Горбио Ульф XIV. 9Я Пау Кенниан, может, помнишь? 9Нет? 5Ну что ж, это было давно, и ты был очень молод. 9Может, мой запах изменился из-за болезни. 1Но у тебя по-прежнему эта белая полоса под глазом, и я тебя помню. 9Чего еще нужно было мне для полного счастья? 6Так у нас появились руки, и они нам очень пригодились. 9Но прежде всего Кенниан был представителем рода человеческого и придавал цель нашим усилиям. 9Однако у него часто бывали приступы болезни, и тогда он лежал в судорогах, отнимавших у него силы на много дней. 9Мы научились ухаживать за ним и приходить на помощь, а также составлять ему компанию. 9Однажды он обратился ко мне с предложением. 0- Хан Гор, – сказал он, – если бы тебе пообещали выполнить одно желание, чего бы ты пожелал? 0- Возвращение людей из старых добрых времен, когда мы работали вместе. 8Ты сам знаешь, как нужен нам человек. 9Он невесело улыбнулся. 9- Теперь скорее уны нужны человеку. 0А если бы это оказалось невозможно, чего бы ты пожелал во вторую очередь? 0- Рук, – сказал я. 9- Я мечтаю о них днем и ночью, но, наверное, напрасно. 9- Может, и нет, Хан Гор. 1Тебя никогда не удивляло, что ты живешь в дворах задольше других и по-прежнему полон сил. 9Ты не задумывался, почему я пережил болезнь, хотя до сих пор испытываю ее последствия, и почему выгляжу тридцатилетним, 9хотя с начала войны прошло уже почти семьдесят лет. 9- Иногда, – ответил я. 9- У меня нет времени задумываться, да если бы и было, единственный ответ, который я знаю, звучит, человек. 9- Очень хороший ответ, – сказал он. 9- Да, Хан Гор, человек, это правильный ответ. 9Именно потому я тебя помню. 9За три года до войны, будучи на пороге созревания, ты пришел ко мне в лабораторию. 9Теперь ты вспомнил? 1- Эксперимент, – сказал я. 1- Поэтому ты меня запомнил? 1- Да, эксперимент. 1Я оперировал тебе железы и привил некоторые ткани, так же, как и себе. 9Меня интересовала тайна бессмертия. 1Хотя тогда я не заметил никакой реакции, эксперимент удался, и я не знаю, сколько мы еще проживем… 5Точнее, ты проживешь. 9Мне это помогло победить болезнь, но не до конца. 0Так вот каков был ответ. 1Он долго смотрел на меня. 8- Сам того не зная, я спас тебя, чтобы ты вместо человека принял будущее в свои руки. 9Да, мы говорили о руках… 1Как ты знаешь, к востоку от Америки лежит большой континент, называемый Африкой. 1Но известно ли тебе, что мы работали там с обезьянами, как здесь с вами? 9Мы поздно начали там, и не успели добиться таких успехов, как с вами, однако они научились. 5Говорить простым языком и делать несложную работу. 0Мы изменили их ладони так, чтобы большой палец противостоял остальным, как у нас. 9Там ты и найдешь свои руки, Хангор. 1Мы начали разрабатывать детальный план. 9В ангарах города стояли самолеты, когда-то предназначавшиеся для нашего вида, до сих пор не было причин пользоваться ими. 9Оказалось, что они в хорошем состоянии, а когда я поднялся на одном из них в воздух, ко мне вернулись прежние навыки пилота. 3Топлива хватило бы на десятикратный облет земли, в случае необходимости можно было использовать крупные запасные емкости в озере. 0Мы вместе сняли с самолетов все военное оборудование, хотя Паукья Нян большую часть работы делал в перерывах между приступами 0болезни. 0Из шестисот машин только две оказались непригодными, остальные без труда могли перевезти тысячи две пассажиров, не считая пилотов. 0На случай, если бы обезьяны успели снова одычать, мы захватили контейнеры с усыпляющим газом, 9чтобы обездвижить их и привязать к сиденьям на время полета. 0По соседству с собой мы приготовили жилища достаточно солидные, чтобы держать их там силой, 0но спроектированные с мыслью об удобствах жильцов, если они будут настроены миролюбиво. 9Сначала я планировал сам возглавить экспедицию, но Паукья Нян убедил меня, что обезьяны приветливей встретят его, нежели меня. 8Он сказал, 0- В конце концов люди заботились о них и они могут еще немного помнить нас. 9Зато вас они знают только как диких собак, своих врагов. 9Я пойду в джунгли, конечно, под защитой твоих товарищей, и попытаюсь установить контакт с их предводителями. 2Иначе может начаться битва. 9Каждый день я брал в самолет несколько молодых коллег и учил их пользоваться навигационными приборами. 9Потом они в свою очередь инструктировали других. 9Эта задача отняла у нас много месяцев, но мои товарищи понимали необходимость рук не хуже меня. 9Каждая попытка, дававшая хотя бы тень надежды, заслуживала реализации. 9Экспедиция отправилась поздней весной. 9Я следил за ее ходом с помощью телевидения, хотя с трудом мог настроить приемник. 7С той стороны передавал, конечно, Кенниан, когда чувствовал себя достаточно хорошо. 9Над Атлантическим океаном они попали в шторм и потеряли три самолета, 9но остальные под руководством моего заместителя Кенниана вышли из него невредимыми. 5Приземлились они в районе руин Кейптауна, однако не нашли никаких следов человекоподобных обезьян. 9Потянулись недели поиска в джунглях и на равнине. 9Они видели обезьян, но, поймав, убеждались, что это примитивные создания со степенью развития, определенной им природой. 9Наконец случай помог завершить миссию успехом. 7На ночь был разбит лагерь и разожжены костры для защиты от диких зверей, которых вокруг было множество. 6Кенниан наслаждался одной из немногих минут хорошего самочувствия, в палатке на краю лагеря он развернул телепередатчик и 9како передавал отчет о событиях прошедшего дня. 9И тут над его головой появилось волосатое, с грубыми чертами лицо. 5Он заметил тень, потому что сделал движение, словно хотел резко повернуться, но тут же опомнился и медленно оглянулся. 9Перед ним стояла обезьяна. 1Кенниан стоял спокойно и смотрел на нее, не зная, дикая она или нет и какие у нее намерения. 9Она тоже как будто колебалась, но потом шагнула к нему. 9- Человек, человек, – сказала она. 8- Вот вы и вернулись. 8Где вы были так долго? 9Я Толемей, увидел тебя и пришел. 9- Толемей, – сказал с улыбкой Кенниан, – рад тебя видеть. 9Садись, поговорим. 9Толемей, ты уже не молод, может, твоя отец и мать были воспитаны человеком? 9- Мне лет восемьдесят, точно не знаю. 9Меня самого когда-то воспитывал человек. 9А теперь я стар, и мои братья говорят, что скоро я буду слишком стар для вождя. 7Они не хотели меня сюда пускать, но я знаю людей. 0Они были добры ко мне, давали мне кофе и сигареты. 0- У меня тоже есть кофе и сигареты, Толемей. 7- Кенниан улыбнулся. 1- Сейчас я тебя угощу. 7А как твои братья? 3Не тяжело вам жить в джунглях? 6Не хотели бы вы поехать отсюда со мной? 3- Да, нам тяжело. 1Я хотел бы поехать с тобой. 1Много вас. 7- Нет, Толемей. 8- Кенниан поставил кофе перед обезьяной, которая с жадностью его выпила, после чего осторожно прикурила сигарету от огня. 7- Нет, но я взял сюда с собой друзей. 7Приводи своих братьев, и все мы познакомимся. 8Много вас осталось? 1- Много. 8Десять раз по десять десятков, почти тысячи. 8Только мы уцелели после Великой войны. 7Люди освободили нас, я вывел своих братьев из города, и мы пошли в джунгли. 2Сначала мы хотели жить небольшими племенами, но я не допустил этого, и теперь мы в безопасности. 9Но с кормежкой плохо. 9- В нашем городе много продуктов, Толемей, и есть друзья, которые помогут вам, если вы будете работать. 9Помнишь человекоподобных собак, правда? 9Хотели бы вы работать с ними, как прежде с людьми, при условии, что они будут к вам хорошо относиться, кормить и учить? 7- Собаки? 0Я помню собак, похожих на человека. 9Они были хорошие. 9Но здесь собаки плохие. 9Я даже почуял запах собак. 9Он был не таким, который я знаю, и я не поверил своему носу. 9Я могу работать с этими собаками, но моим братьям потребуется время, чтобы привыкнуть. 9Следующие телепередачи свидетельствовали о быстром прогрессе. 9Я видел, как обезьяны по двое, по трое приходят познакомиться с Паулем Кеннианом, 9который давал им еду и представлял им моих товарищей. 9Это шло медленно, но по мере того, как одни избавлялись от страха перед ними, других было легче убедить. 9Только несколько ушли и больше не вернулись. 9Цигареты, которые человек так любил и которых мы никогда не касались, оказали огромную помощь, 9ибо обезьяны учились курить с большим рвением. 0Прошли месяцы, а когда экспедиция вернулась, она привезла более девятисот человекообразных обезьян, 9которых Пауле Толеми сразу начали обучать. 8Прежде всего мы подвергли Толеми всестороннему врачебному осмотру и обнаружили, что он находится в добром здраве, 9а его жизненные силы чересчур велики для его возраста. 9Человек продлил жизнь его вида, так же как нашего, и явно добился полного успеха. 9Теперь они с нами более трех лет и за это время научились пользоваться руками. 9Поверху вновь проносятся один за другим вагон и монорелься, фабрики снова нормально работают. 9Обезьяны быстро учатся, и они любопытны, что заставляет их стремиться к знаниям. 9Они хорошо чувствуют себя здесь и отлично размножаются, так что теперь мы можем не опасаться отсутствия рук. 9Может, в будущем с их помощью нам удастся еще более модифицировать передние лапы и ходить на двух ногах, как ходили люди. 9Я опять вернулся к ложе Паули Кеннина. 9Теперь мы часто бываем вместе, тут нужно упомянуть верного Толемей, 9много разговариваем и очень подружились. 9Сегодня я представил ему один план, план физического и психического превращения обезьян в людей. 9Природа когда-то уже сделала это с примитивным обезьяным человеком, 9почему бы нам не повторить этого с человекообразными обезьянами? 9Земля снова заселится, наука вновь откроет звезды, а человек получит приемного ребенка по своему образу и подобию. 9Мы, собаки, сопровождали человека пятьдесят тысяч лет. 8Это слишком много, чтобы что-то менять. 5Из всех земных созданий только собаки были ему так верны и преданы. 9Больше мы не можем руководить, ни одна собака не может стать до конца собой без человека. 9- Человекообразные обезьяны заменят нам людей. 4Это приятная мечта, и ее наверняка можно реализовать. 9Кеннин улыбался, когда я говорил ему об этом, и шутливо предостерег меня, чтобы они не слишком уподоблялись людям, 6иначе создадут для себя новую болезнь. 4Что ж, от этого мы можем их обезопасить. 9Думаю, он тоже мечтал о возрождении человека, потому что на глазах у него выступили слезы, 9а мои слова обрадовали его. 9Его уже немного и радует, он один среди нас, мучаемый болью, ожидающий медленной смерти, которая, как он знает, 9должна прийти. 5Старые недуги терзают его все сильнее. 9Болезнь все туже затягивает петлю на шее. 9Единственное, что можно для него сделать, это давать ему боли утоляющие, 9хотя то Леми и я сумели недавно выделить из его крови болезнетворные микробы. 8Они похожи на вибрионы холеры. 2Это открытие продвинуло нас немного вперед. 9Предыдущая сыворотка против болезни тоже дала нам кое-какие указания. 9Но наши вакцины только смягчают приступы, не излечивая причины. 9Шансы невелики. 9Я не говорил ему о наших экспериментах, ибо лишь при большом везении мы добьемся успеха, прежде чем он умрет. 9Человек умирает. 9Здесь, в нашей лаборатории. 9Толеми что-то тихонько бормочет себе под нос, вероятно, молитву. 9Может, Бог, которого он научился подсчитать у человека, окажется милосердным и даст нам победу. 9Пауль Кеннин, это все, что осталось от Старого Мира, который мы с Толеми любили. 9Он лежит в больничной палате, мучаясь в агонии, и умирает. 9Иногда смотрит в окно на птиц, летящих к югу, смотрит так, словно знает, что никогда уже их не увидит. 9- Прав ли он? 9Однажды до меня донесся его шепот, кто может это знать… 9ЛЕСТЕР ДЕЛЕРИЙ. 9КРЫЛЬЯ НОЧИ! 0- Черт подери всех марсишек! 8- Тонкие губы толстяка Уэллша выплюнули эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей 6расой. 0- Взяли такой отличный груз, лучшего иридия ни на одном астероиде не сыщешь, только-только дотянули до Луны, и, не угодно ли, 9опять инжектор барахлит. 0Ну, попадись мне еще разок этот марсишка… 9- Ага! 5- Тощий Лейн нашарил позади себя гаечный ключ с изогнутой рукояткой и, кряхтя и сгибаясь в три погибели, 2снова полез копаться внутри машинного отделения. 9- Ага! 0Знаю! 9Сделаешь из него котлету! 5А может, ты сам виноват? 1Может, марсиане все-таки тоже люди? 0Лераб Макис тебе ясно сказал, чтобы полностью разобрать и проверить инжектор, нужно два дня. 9А ты что? 3Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал ровным счетом восемь часов на всю починку. 1А теперь хочешь, чтоб он при такой спешке представил тебе все в ажуре… 0Ладно, хватит, дай-ка лучше и отвертку. 9К чему бросать слова на ветер? 5Сто раз он спорил с Уэлшем, и все без толку. 9Толстяк, отличный космонавт, но начисто лишен воображения, никак не позабудет бредятину вроде той, что люди, мол, 9для того и созданы, чтоб помыкать всеми иными племенами. 9А впрочем, если бы толстяк его и понял, так ничего бы не выиграл. 9Лейн и высоким идеалам цен узнает, что от них толку. 9Он-то к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов да еще солидное наследство, 8хватило бы на троях, и вдохновенно ринулся в бой. 7Писал и печатал книги, произносил речи, беседовал с официальными лицами, вел переговоры в кулуарах, 9вступал в разные общества и сам их создавал и выслушал по своему адресу немало брани. 9А теперь он, ради хлеба насущного, перевозит грузы по трассе Земля-Марс на старой, изношенной ракете, 9на четверть ракета, его собственность. 8А тремые четвертями владеет толстяк Лэлш, который возвысился до этого без помощи каких-либо идеалов, 8хотя начинал уборщиком в метро. 9- Ну? 9- спросил толстяк, когда Лейн вылез наружу. 9- Ничего. 9Не могу я это исправить, слабовато разбираюсь в электронике. 9Что-то разладилось в реле-прерывателе, по по индикаторам не поймешь, где непорядок, а наобум искать опасно. 3- Может, до Земли дотянем? 9Тущим покачал головой. 9- Навряд ли. 9Лучше сядем где-нибудь на Луне, если ты сумеешь дотащить нашу посудину. 8Тогда, может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух. 4Толстяку тоже это приходило в голову. 0Пытаясь как-то уравновесить перебои в подаче горючего и кляня лунное притяжение, хоть и слабое, оно порядком мешало, 0он повел ракету к намеченному месту, посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку, 9без каменных обломков и выбоин. 9- Пора бы тут устроить аварийную станцию, – пробурчал он. 9- Когда-то станция была, – сказал Лейн. 1- Но ведь на Луну никто не летает, и пассажирским кораблям тут садиться незачем, проще выпустить закрылки и сесть в земной 8атмосфере, чем тратить здесь горючее. 9А грузовики вроде нас не в счет. 3Странно, какая ровная и чистая эта площадка, мы в миле, не выше, и ни одной метеоритной царапинки не видно. 8- Стало быть, нам повезло. 8Не хотел бы я шлепнуться в какой-нибудь кратеришко и сбить дюзу или пропороть обшивку. 9- Толстяк взглянул на высотомер и на указатель скорости спуска. 9- Мы здорово грохнемся. 5Если… эй, что за черт? 5Тощий Лейн вскинул глаза на экран, в тот миг, как они готовы были удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, 9половинки плавно скользнули в стороны, и ракета стала медлительно опускаться в какой-то кратер, он быстро расширялся, 9дна не было видно, рев двигателей вдруг стал громче. 9А экраны верхнего обзора показали, что над головой опять сошлись две прозрачные пластины. 9Веря и не веря собственным глазам, Лейн уставился на указатель высоты. 9- Опустились на сто шестьдесят миль и попались в ловушку. 9Судя по шуму, тут есть воздух. 7Что за капкан, откуда он взялся? 9Бред какой-то. 5- Сейчас не до того. 9Обратно не проскочить, пойдем вниз, а там разберемся. 9Черт, неизвестно еще, какая внизу площадка? 5В таких вот случаях очень кстати, что толстяк не страдает избытком воображения. 8Делает свое дело, опускается в Исполинском кратере, будто на космодроме в Йорке, 9и занят только неравномерностью вспышек из-за барахлящего инжектора, а что ждет на дне, ему плевать. 9Тощий удивленно посмотрел на толстяка, потом вновь уставился на экраны, может, удастся понять, 9кто и зачем построил этот капкан. 9Лейн лениво поворошил кучку песка и ислевшего сланца, выудил крохотно-красноватый камешек, с первого раза незамеченный, 9и медленно поднялся на ноги. 8Спасибо великим, очень вовремя они послали ему особь, старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. 9Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом, и серый тут сколько угодно, все очень, очень кстати. 9Правда, он-то надеялся найти медь, хоть щепотку. 9А без меди… 5Он отогнал эту мысль, как отгонял уже тысячу раз, и подобрал грубо сработанную корзину, 9набитую камешками пополам с лишайником, которым заросла эта часть кратера. 9Одной рукой растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и все вместе отправил в рот. 9Благодарение великим за эту особь. 9Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный, потому что почва вокруг неистащенная. 9Если бы еще хоть крупицу меди, больше и желать нечего. 9Лен печально вельнул гибким хвостом, крякнул и побрел назад, к себе в пещеру, мельком глянул вверх, на далекий свод. 9Там, наверху, за много миль, ослепительно сверкал луч света и, постепенно слабее и тускнее, 9слой за слоем пронизывал воздух. 3Значит, долгий лунный день близится к полудню, скоро солнце станет прямо над сторожевым шлюзом, 9и луч будет падать отвесно. 6Шлюз чересчур высоко, отсюда не увидишь, но Лен знает, там, где покатые стены Исполинской долины упираются в свод, 6есть перекрытое отверстие. 9Долгие тысячелетия вырождалось и вымирало племя Лена, а свод все держится, хоть опорой ему служат то, 6только стены, образующие круг около пятидесяти миль в поперечнике, неколебимые, куда более прочные, чем сам кратер, 9единственный вечный памятник былому величию его народа. 5Лен об этом не задумывался, он просто б-з-н-н-о-л-свод не создан природой, его построили в те времена, 9когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы и племя напоследок вынуждено было искать прибежище в самом глубоком кратере, 9где кислород можно было удержать, чтобы не улетучивался. 7Лен смутно ощущал протекшее с тех пор века и удивился прочности сводчатой кровли, над которой невластно время. 9Некогда народ его был великому могуч, тому свидетельство, исполинская долина под сводом. 9Но время не щадило его предков, оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, 8отнимало у молодых сил и растило в них медленные, сосущие всходы безнадежности. 9Какой смысл прозябать здесь, в заперти, одинокой малочисленной колонии, 9не смея выйти на поверхность собственной планеты. 9Их становилось все меньше, они позабыли многое, что знали и умели прежде. 9Машины сломались, рассыпались в прах, и новыми их не заменили, племя вернулось к первобытному существованию, 9кормилось камнем, который выламывали из стен кратера, дав выведенными уже здесь, внизу, лишайниками, 9что могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. 9И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства, но даже из этих немногих зерен прорастала лишь ничтожная доля, 9и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни и под конец, горсточка хилых одиночек. 9Лишь тогда они поняли, что надвигался гибель, но было уже поздно. 9Когда появился Лен, в живых оставалось только трое старших, и остальные семена не дали ростков. 9Старших давно нет, уже многие годы Лен в кратере один. 8Бесконечно тянется жизнь, вся она, только сон, да поиски пищи, да еще мысли, вечно одни и те же, 0а тем временем его мертвый мир больше тысяч раз обращал свое лицо к свету и вновь погружался во тьму. 9Однообразие медленно убивало его народ, уже скоро оно доведет свое дело до конца. 9Но Лена не тяготит такая жизнь, он привык и не замечает скуки. 9Он брел неспешно, Влад медлительному течению мысли, Долина осталась позади, вот и дверь жилища, 9которое он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. 9Он постоял еще под рассеянным светом далекого солнца, пережевывая новую порцию камня пополам с лишайником, 9потом вошел к себе. 9В освещении он не нуждался, еще в незапамятные времена, когда народ его был молод, 9камень стен насытили радиоактивностью, и глаза Лена улавливали световые волны едва ли не любой глины. 9Через первую комнату мимо сплетенной из лишайников постели и кое-какой нехитрой утвари он прошел дальше, 1в глубине помещалась детская, она же и мастерская, неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол. 9И, как всегда, понапрасну. 9В ящике, полном плодородной почвы, рыхлой, мягкой, заботливо политой, ни намека на жизнь. 9Ни единый красноватый росток не проклюнулся, никакой надежды на будущее. 1Зерно не проросло, близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. 4Сгорячий Лен отвернулся от детской грядки. 7Не достает такой малости, и это так много. 1Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли, и зерна, зреющие в нем, дали бы ростки, 9или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, – и проросли бы уже посеянные семена, 9выросли бы новые крепкие мужчины или, может, женщины. 1Каждый из племенеля наносил в себе и мужское, и женское начало, каждый мог и в одиночку дать зерно, 6из которого вырастут дети. 9И пока еще жив хоть один из племени, можно за годы взрастить на заботливо ухоженной почве сотню молодых, 0если б только добыть животворный гормон, содержащий в себе медь. 5Но, как видно, не суждено. 9Лен склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату из выточенных вручную каменных сосудов и гибких стержней, 0скрепленных и связанных в трубке, и оба его сердца тоскливо сжались. 2Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собой медленный огонь, и медленно сочилась из последней трубки капля за каплей и 4падала в каменную чашу. 9Но и от этой жидкости не исходит ни намека на запах медной соли. 9Что ж, значит, не удалось. 9Все, что за многие годы давал перегонный аппарат, Лен подмешивал к воде, поливая грядку, почва детская всегда влажная, 9но ей не хватило минерала жизни. 9Почти бесстрастно Лен вложил вечные металлические свитки, хранящие мудрость его племени, 9обратно в футляры и принялся разбирать на части химическое отделение мастерской. 9Остается еще один путь, он труднее, опаснее, но иного выхода нет. 9Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нечем, есть вкрапление меди. 9Значит, нужен шлем, баллоны со сжатым воздухом, и еще крючья и скобы, 8чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге наверх, по лестнице, где разрушена половина ступеней, 9и нужны инструменты, распознающие медь, и насос, чтобы наполнить баллоны. 9Потом придется подтащить множество баллонов к началу подъема, устроить склады, поднимаясь наверх, постепенно поднимать их тоже, 9устраивать новые склады, пока цепь запасов не достигнет самого верха, и тогда, быть может, он найдет медлее возрождение. 9Он старался не думать о том, сколько на все это понадобится времени и как мало надежды на успех. 9Нажал педаль, заработали маленькие мехи, в примитивной кузнице вспыхнули язычки голубого пламени, 9он достал металлические слитки, надо раскалить их, чтобы поддавались ковке. 8Вручную придать им ту форму, какой требуют старинные записи и чертежи, – задачи почти немыслимые, 9и все же надо как-то справиться. 2Его народ не должен умереть. 9Прошли долгие часы, а он все работал, и вдруг по пещере разнесся высокий пронзительный звук. 9В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит, и, видно, огромный. 8Такого, что пожили защитные экраны, на память Рена еще не бывало, и он думал, что механизм больше не действует, 9хоть и рассчитан был навека, ведь солнце должно питать его своей энергией, пока не погаснет. 9В растерянности стоял он, глядя на дверь, и вот свистящий звук повторился. 9Если сейчас же не нажать решетку водного устройства, автоматически включатся отклоняющие силы, 1и метеорит упадет в стороне от свода. 9Лен не успел об этом подумать, просто кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. 7Потому-то он и поселился именно в этой пещере, некогда здесь помещалась стража, 9в далеком прошлом она впускала и выпускала немногочисленные ракеты-разведчики. 9Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер, или напустил руку, чтобы створа шлюза сошлись вновь. 9Ин направился к выходу, нетерпеливо ожидая падения метеорита. 9Быть может, великие добрые наконец отозвались на его мольбы. 5Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне, а вдруг это баснословное богатство? 9Быть может, метеорит так велик, что он еле уместится в ладони? 9Но почему он все еще не упал? 9Цепенея от страха, Лен тревожно всматривался в далекий свод, неужели он опоздал, 9и защитные силы отбросили метеорит прочь. 5Нет, вон блеснул огонек, но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух. 9До слуха наконец донесся сверлящий, прерывистый вой, метеорит должен бы звучать совсем иначе. 9В недоумение Лен всмотрелся еще пристальней, да, вот он, гость, а падает стремоглав, а опускается неторопливо, 9и яркий свет не угасает позади, а обращен вниз. 9Но это значит, это может означать только одно, разумное управление. 9РАКЕТА. 9На миг Уллина все смешалось в голове, уж не возвращаются ли предки из какого-то другого, неведомого убежища. 9Или сами великие решили его посетить. 1Но, привыкший рассуждать здраво, он отверг это нелепой догадке. 9Не могла такая машина прилететь из безжизненных лунных пустынь, а только со сказочной планеты, что находится под его родным миром, 0либо с тех, которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. 9Неужели там есть разумная жизнь? 1Он мысленно перебирал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки, пересекая космос, летали к соседним планетам, 9задолго до того, как было построено убежище в кратере. 9Основать там колонии не удалось, непомерно велика оказалась сила тяжести, но космонавты подробно осмотрели другие миры. 9На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши, 6на планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели исполинские звери, а сушу покрывали растения, 9глубоко уходящие корнями в почву. 9На этих двух не нашлось ни следа разума. 8Вот четвертую планету населяли существа более понятные, схожие с предшественниками его народа на долгом пути эволюции, 8жизнь не разделялась на животную и растительную, то и другое сочеталось в единстве. 9Шарообразные комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, 9но еще не могли общаться друг с другом. 9Да, из всех известных миров, вероятнее всего, именно там и развился разум. 9Если же каким-то чудом ракета все-таки прилетела с третьего мира, надеяться ни на что, слишком он кровожаден, 8это ясно из древних свитков, на каждом рисунке свирепанное чудище, огромное, как горы, раздирают друг друга в клочья. 9Лен услыхал, как опустился где-то поблизости корабль, и, полный страхов и надежд, направился к нему, туго святошим, 9свернув хвост за спиной. 0Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. 9Эти существа сложены примерно так же, как и он, хотя гораздо крупнее и массивнее. 9Значит, с третьей планеты. 5Он помедлил, осторожно наблюдая, они озираются по сторонам и явно рады, что тут есть чем дышать. 9Потом одно что-то сказало другому. 9Новое потрясение. 9Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки – бессмысленное лопотанье. 9И это… речь? 9Должно быть, все же речь, хотя в словах ни малейшего смысла. 9Впрочем… 9Как там, в старинных записях? 9Славольнодумец полагал, будто в древности у жителей Луны не было речи, они сами изобрели звуки и каждой наделили значением, 9и лишь после долгих веков привычка к звуковой речи преобразилась в инстинкт, с которым младенец рождался на свет, 9вольнодумец даже подвергал сомнению ту истину, что сами великие предусмотрели речь, 0осмысленные звуки как неизбежное дополнение к разуму. 9И вот, кажется, он был прав. 9Ощупью пробиваясь в тумане нежданного открытия, Лен собрал свои мысли в направленный луч. 9И опять потрясение. 1Умы пришельцев оказались почти непроницаемы, а когда он наконец нашел ключ и начал нащупывать их мысли, стало ясно, 6что они его мысли читать не могут. 9И однако они разумны. 9Но тот, на котором он сосредоточился, наконец его заметил и порывисто ухватился за второго. 9Слова по-прежнему были корявые, нелепые, но общий смысл сказанного человек с луной уловил 9- Толстяк, это что такое? 2Второй пришелец обернулся и уставился на подходящего к ним Лена. 9- Не поймешь. 7Какая-то сухопара обезьяна в три фута ростом. 9По-твоему, она не опасная? 9- Навряд ли. 9Может быть, даже разумная. 4Этот купол наверняка сработал не какая-нибудь горстучка переселенцев, сразу видно, постройка нечеловеческая. 9Эй! 9- Обратился к лунному жителю пришелец, который мысленно называл себя тощим, хотя с виду был большой и плотный. 9- Ты кто такой? 9- Лен, – ответил тот, подходя ближе, и ощутил в мыслях тощего удивления и удовольствия. 9- Лен! 9Я, Лен! 9- Пожалуй, ты прав, тоща, – проворчал Толстяк. 9- Похоже, он тебя понимает. 9Любопытно, кто прилетел сюда и обучил его говорить по-людски? 9Лен немного путался, не сразу удавалось различить и запомнить значение каждого звука. 9- Не понимает людски? 1Никто прилетал сюда. 8Вы… 9Дальше слов не хватило, он шагнул поближе, показывая на голову тощего и на свою. 1К его удивлению, тощий понял. 8- Видимо, он читает наши мысли. 8Это телепатия. 9- Ишь ты! 3Марсишки тоже толкуют, будто они таким манером друг друга понимают, а вот чтоб они у человека мысли прочитали, я ни разу не видал. 9Они толкуют, будто у нас мозги как-то не так открываются. 9Может, это обезьяна, Эрим этот, тебе все врет. 9- Ну, вряд ли. 0Посмотри-ка на тестер, вон какая радиоактивность. 9Если бы здесь побывали люди и вернулись, об этом бы уже всюду кричали. 9Кстати, его зовут не Рим, больше похоже на Лин, а по-настоящему нам не выговорить. 9- Он послал мысль Лину, и тот послушно повторил свое имя. 5- Видишь? 8У нас, Л,… 9Плавный звук, а у него взрывной. 9А согласный на конце он произносит как губный, хотя и похоже на наш зубной. 7В нашей речи таких звуков нет. 9Интересно, насколько он разумен. 9Не успел Лин составить подходящий ответ, как тощий нырнул в люк корабля и через минуту вернулся с пакетиком под мышкой. 9- Космический разговорник, – объяснил он толстяку. 8- По таким сто лет назад обучали марсиан. 9- И обратился к Лину, – тут собрано шестьсот самых ходовых слов нашего языка и расположены так, 9чтобы как можно легче их постепенно усвоить. 9Смотри на картинки, а я буду говорить и думать слова. 9Ну-ка, один, два, понимаешь? 1Толстяк Уэллш некоторое время смотрел и слушал и отчасти потешался, но скоро ему это надоело. 9- Ладно, тоща, можешь еще понянчиться со своим туземцем, вдруг узнаешь что-нибудь полезное. 9А пока ты не принялся за ремонт, я пойду осмотрю стены, любопытно, что тут есть радиоактивного. 9Эх, жаль, на наших грузовиках передатчики никудышные, вызывай-не вызывай, далеко не услышат. 9И он побрел прочь, но Лины и тощи этого даже не заметили. 9Они поглощены были нелегкой задачей, найти средства общения, казалось бы, засчитанные часы, 9при совсем разном жизненном опыте это неосуществимо. 9Но как ни странно были чужие звуки и сочетания слов, как непричудливо соединялись они в значимые группы, в конце концов, 6это была всего лишь речь. 9Аллин появился на свет, уже в ладе речи чрезвычайно сложной, но для него естественной, как дыхание. 1Усиленно кривя губы, он один за другим одолевал трудные звуки и неизгладимо утверждал в мозгу их значение. 9Под конец толстяк, идя на голоса, отыскал их в пещере Лена, уселся и смотрел на них, точно взрослый на малыша, 9играющего с собакой. 8Не то чтобы Лин вызывал у него недоброе чувство, но и человеком толстяк его не считал, так, смышленное животное, 8вроде марсиан или дикарей-свинеры, ну, а если тощему угодно обращаться с ним как с равным, пускай покуда тешится. 9Лин смутно улавливал и эти мысли, и еще другие, более опасные, но его слишком захватило общение с живым разумом, 9ведь почти столетия он провел в полном одиночестве. 4А было кое-что и поважнее. 1Он подергивал хвостом, разводил руками и усердно одолевал земные звуки, тоща, как мог, поспевал Таним. 9Наконец землянин кивнул, 1- Кажется, я понял. 9Все, кроме тебя, уже умерли, и тебе очень не по душе, что выхода никакого нет. 9Гмэм! 9Мне такое тоже бы не понравилось. 9И теперь ты думаешь, что эти твои великие, а по-нашему бог, послали нас сюда поправить дело. 9А как поправить? 9Лен просиял, лицо его сморщилось и скривилось от удовольствия, и он не сразу понял, 9что тощий неверно истолковал эту гримасу. 9Намерения у тощего добраные. 9Если он поймет, в чем нужда, он, пожалуй, охотно даст меди, ведь из древних записей известно, 9что третья планета богаче всех минералами. 4- Нужен Нра! 6Жизнь получается от того, что из многих простых вещей делается одна непростая, вот эта, 9воздух, что надо для питья, что надо для еды, это все у меня есть, и я живу. 8А чтобы начаться новой жизни, нужен Нра. 0Он, начало начал. 9Само зерно неживое, будет Нра, оно оживет. 9Только у меня нет слова. 8С нетерпением он ждал, пока тощий все это усвоит. 9- Какой-то витамин или гормон, что ли? 9Вроде витамина Е6. 5Может, мы и могли бы его сделать, если… 0Лен кивнул. 9Да, конечно. 4Великие добрые. 8На обоих сердцах у него потеплело от мысли о многих заботливо укрытых про запас зернах, которые можно прорастить, 4была бы только желанная медь. 9А теперь человек с земли готов ему помочь. 9Еще немножко терпения, и все будет хорошо. 9- Делать не надо! 9- Весело пропищал он. 9- Простая штука. 0Зерно или я, мы можем сделать внутри себя. 9Но для этого нам нужен Нра. 9Смотри. 9Он взял камешки из корзины, размял в горсти, старательно разжевал и знаками показал, что у него внутри камень изменяется. 1Толстяк Уэлш заинтересовался… 9А ну, обезьяна, съешь еще. 9Лин охотно повиновался. 8Как странно, значит, сами они едят только то, что приготовили для них другие живые существа. 5- Ух, черт! 8Он лопает камни, самые настоящие камни. 9Слушай, Тощи, у него что же, зеб, как у птицы? 9- Он их переваривает. 9Почитай-ка о промарсианах, они были наполовину животные, наполовину растения, и у него, очевидно, обмен веществ идет также. 9Вот что, Лин, как я понимаю, тебе нужен какой-то химический элемент. 9Натрий, кальций, хлор? 9Нет, этого всего здесь, должно быть, хватает. 9Может, иод. 9Гмэм. 9Он перечислил десятка два элементов, которые, по его соображениям, могли как разобрать. 5Но меди среди них не оказалось, и в мысли лунного жителя понемногу закрадывался страх. 9Неужели этот странный барьер, мешающий им понимать друг друга, все погубит? 9Где же выход? 8И вдруг он вздохнул с облегчением. 9Ну конечно, общего слова нет, но структура химического элемента всюду одна и та же. 9Он торопливо перелистал разговорник, нашел чистую страницу и взял у землянина карандаш. 5Толстяк и Тощий смотрели во все глаза, а Лен тщательно, начиная от центра, частицу за частицей, 6вычертил строение атома меди, открытое великими физиками его народа. 8И они ничего не поняли. 8Тощий покачал головой и вернул листок. 9- Насколько я догадываюсь, приятель, это схема какого-то атома, но тогда нам, на земле, еще учиться и учиться. 9- Он даже присвистнул. 9Толстяк скривил губы, если это атом, так я сапог всмятку. 9Пошли, Тощий, уже время спать, а ты полдня валял дурака. 9И потом надо помозговать насчет этой самой радиации. 9Мы бы тут с тобой спеклись в полчаса, спасибо, надели походные нейтрализаторы, а обезьяне это, видно, только на пользу. 9И у меня есть одна идея. 9Тощий вышел из мрачного раздумья и посмотрел на часы. 9- Ах, черт! 1Послушай, Лин, ты не падай духом, завтра мы это еще обсудим. 8А сейчас Толстяк прав, нам с ним пора спать. 9До скорого, приятель. 9Лин кивнул, на время прощаясь с ними на родном языке, и тяжело опустился на жесткое ложе. 9За дверью Толстяк с жаром начал развивать некий план, как с помощью Лина добывать радиоактивные вещества, 9послышался протестующий голос Тощего. 9Но Лину было не до того. 9Атом Медион, конечно, изобразил правильно, однако наука землян делает еще только первые шаги, 9они слишком мало знают о строении атома, им не разобраться в его чертежах. 9Писать химические формулы. 9Реакции, которые исключат один за другим все элементы, кроме Меди? 9Будь они химиками, они, может, и поняли бы, но даже Тощие знают слишком мало. 9И все же какой-то выход должен быть, разве что на Земле вовсе нет Меди. 9Уж наверно, великие, которых земляне называют Богом, не отозвались бы на мольбы многих поколений злой насмешкой. 9Выход есть, и, пока пришельцы спят, Лин его найдет, хотя бы в поисках ключа пришлось перерыть все древние свитки. 0Несколько часов спустя, вновь полный надежд, он устало брел по долине к земному кораблю. 9Найденное решение оказалось простым. 9Все элементы объединяются по семействам и классам. 0Тоща упоминал о натрии, даже по самым примитивным таблицам, какими, несомненно, пользуются на Земле, можно установить, 6что натрий и медь относятся к одному семейству. 9А главное, по простейшей теории, наверняка доступной народу, уже строящему космические ракеты, атомный номер Меди, двадцать девять. 9Оба люка были открыты, Лин проскользнул внутрь, безошибочно определяя направление поколеблющимся, 9смутным мыслям спящих людей. 9Дошел до них, и остановился в сомнении. 9Он ведь не знает их обычаев, но уже убедился, то, что для его народа было истиной, далеко не всегда правильно для землян. 9Вдруг им не понравится, если он их разбудит? 9В нем боролись учтивость и нетерпение, наконец он присел на корточке на металлическом полу, 9крепко сжимая древний свиток и принюхиваясь к окружающим металлам. 9Меди здесь не было, но он не надеялся так просто найти столь редкий элемент, впрочем, тут были и такие, 9которых он совсем не мог определить, – должно быть, из тяжелых, какие на Луне почти не существуют. 9Толстяк что-то пробурчал, замахал руками, зевнул и сел, еще толком не проснувшись. 5Его мысли полны были кем-то с земли, в ком присутствовало женское начало, которого, как уже заметил Лен, оба гости были лишены, 6и еще тем, что станет делать он, толстяк, – когда разбогатеет. 9Лен живо заинтересовался изображениями этой мысли, но потом спохватился, тут явно секреты, 9не следует в них проникать без спроса. 9Он отвел свой ум, и тогда-то землянин его заметил. 0Спросой не толстяк Уэллж всегда бывал не в духе. 9Он вскочил, зашарил вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. 9- Ах ты, подлая обезьяна! – взревел он. 5- Чего шныряешь? 9Вздумал нас прирезать? 9Лен взвизгнул и увернулся от удара, который расплющил бы его в лепешку, непонятно, в чем он провинился, 9но безопаснее уйти. 9Физический страх был ему незнаком, слишком много поколений жило и умерло, не нуждаясь в этом чувстве. 9Но его ошеломило открытие, что пришельцы способны убить мыслящее существо. 9Неужели на Земле жизнь ничего не стоит? 0- Эй, брось! 1Прекрати! 9- Шум разбудил тощего, Лен мельком оглянулся, тощий сзади схватил толстяка и не давал шевельнуть рукой. 5- Полегче, слышишь? 9Что у вас тут? 9Но толстяк уже окончательно проснулся и остывал. 9- Выпустил из рук металлический брус, криво усмехнулся. 9- Сам не знаю. 7Может, он ничего худого и не задумал, только я проснулся, вижу, он сидит, пялит на меня глаза, а в руках железка, ну, 7мне и показалось, он хочет перерезать мне глотку или вроде того. 9Я уже очухался. 9Поди сюда, обезьяна, не бойся. 9Тощий выпустил его и кивнул Лену. 9- Да-да, приятель, не уходи. 9У толстяка свои заскоки насчет людей и нелюдей, но в общем-то он добрый. 0Будь хорошей собачкой, и он не станет пинать тебя ногами, даже за ухом почешет. 9- Чушь! 9- Толстяк ухмылялся, добродушие вернулось к нему. 8Он понимал, что тощий острит, но не обижался. 1Марсишки, обезьяны, ясно, они не люди, с ними разговор другой, ничего плохого тут нет. 8- Что ты притащил, обезьяна? 9Опять картинки, в которых никакого смысла нету? 1Лен кивнул, подражая их жесту, означающему согласие, и протянул свиток тощему. 9Толстяк держится уже невраждебно, однако не ясно, чего от него ждать, а тощему, видимо, интересно. 9- Надеюсь, в картинках много смысла. 8Вот Нора, двадцать девятый, под натрием. 9- Периодическая таблица, – сказал тощий толстяку. 9- По крайней мере, похоже. 9Дай-ка мне справочник. 9ГММ. 9ПОД НАТРИЕМ, номер двадцать девять. 9Натрий, калий, медь. 9Двадцать девятый, все правильно. 3Это оно и есть, Лин? 9Глазарины сверкали торжеством. 9Благодарение велики. 9- Да, это медь. 9Может быть, у вас найдется? 8Хотя бы один грамм. 9- Пожалуйста, хоть тысячу граммов. 9По твоим понятиям, у нас ее до отвала. 9Бери сколько угодно. 9И тут вмешался толстяк. 9- Ясно, обезьяна, у нас есть медь, если это ты по них ныкал? 9А чем заплатишь? 1- Заплатишь? 9- Ясно. 9Что дашь в обмя? 9Мы помогаем тебе, а ты нам, справедлива? 9Лину это не приходило в голову, – но как будто справедливо. 9Только что же он может им дать? 9И тут он понял, что у землянина на уме. 9За медь ему, Лину, придется работать, выкапывать и очищать радиоактивные вещества, с таким трудом созданные в пору, 9когда строилось убежище, вещества, дающие теплу и свет, нарочно преобразованные так, чтобы утолять все нужды племени, 7которому предстояло жить в кратере. 5А потом работать придется его сыновьям и сыновьям сыновей, добывать руду, выбиваться из сил ради земли, 9и за это им будут платить медью, в обрез, только-только чтобы земле хватало рудокопов. 9Мозг толстяка снова захлестнули мечты о том земном создании. 9И ради этого он готов обречь целый народ прозябать без гордости, без надежд, без совершений. 9Непостижимо. 7На земле так много людей, для чего им обращать Линавраба? 9И рабство, это еще не все. 9В конце концов земля присытится радиоактивными материалами, либо, как невелики запасы, они иссякнут, 9и нечем будет поддерживать жизнь, так или иначе, впереди гибель. 8Лин содрогнулся, слишком страшные навязывают выбор. 5Тоща опустил руку ему на плечо. 9- Толстяк немного путает, Лин. 9Верно, толстяк. 9Пальцы Тоща возжимали что-то… 9- Оружие, – смутно понял Лин. 9Второй землянин поежился, но усмешка не сходила с его лица. 9- Дурень ты, Тощий. 9Чокнутый. 9Может, ты и веришь в эту дребедень, что все люди и не люди равны, но не убьешь же ты меня из-за этого. 9А я человек старых взглядов, я свою медь задаром не отдам. 9Тощий вдруг тоже усмехнулся и спрятал оружие. 9- Ну и не отдавай. 9Лин получит мою долю. 9Медя у нас вдосталь, без некоторых вещей мы вполне обойдемся. 9И не забывай, четверть всего, что есть на корабле, моя. 9На это в мыслях Толстяка не нашлось ответа. 1Он подумал немного и пожал плечами. 9Тощий прав, своему паю он хозяин. 9Ну и пусть… 9- Ладно, воля твоя. 9Я тебе помогу раскопать, что у нас есть подходящего. 9Может, взять ту проволоку, знаешь, в ларе в машинном отделении. 9Лин молча смотрел, как они отперли небольшой ящик и стали там рыться, половина его ума изучала механизмы управления, 2второй половина ликовала, медь. 9И не какая-то горсточка, а столько, сколько он в силах унести. 9Чистая медь, которую так легко превратить в съедобный купорос при помощи кислот, он еще раньше их приготовил, 9когда пытался добыть медь здесь, у себя. 8Через год кратер вновь будет полон жизни. 9Он оставит триста, а может быть, и четыреста сыновей, и у них будут еще и еще потомки. 9Одна деталь схемы сцепления, которую он изучал, заставила Лина перенести центр тяжести на половину ума, 1занятую окружающими механизмами, он потянул тущего за штанину. 9- Это… вот это… не годится, да? 9- А? 5Да, тут что-то разладилось. 8Потому нас к тебе и занесло, друг. 1А что? 1- Тогда без радиоактивных. 2Я могу платить. 5Я исправлю. 9- На миг его взяло сомнение. 1- Это ведь тоже значит платить, да? 1Толстяк вытащил из ящика большой моток чудесной, душистой проволоки, утер под со лба и кивнул. 5- Верно, это была бы плата, только ты эти штуки не тронь. 9Они и так ни к черту не годятся, и, может, тощий даже не сумеет исправить. 9- Я могу исправить. 9- Ну да. 9Ты в каких академиях обучался электронике? 0В этом мотке двести футов, стало быть, на его долю пятьдесят. 0Ты что же, тощий, свою всю ему отдашь? 9- Да, пожалуй. 8- Тощий почти не следил за тем, как толстяк отмерял и резал проволоку, с сомнением смотрела на Лина. 9- Слушай, Лин, а ты в таких вещах разбираешься? 9И умный двигатель, штука непростая, в схеме питания черт ногу сломит. 9С чего ты взял, что сумеешь починить инжектор? 9Разве у вашего народа были такие корабли и ты изучил чертежи? 0Мучительно подыскивая слова, Лин попытался объяснить. 9Нет, у его народа ничего похожего не было, атомные устройства работали по-другому, ведь на Луне Урана почти нет, 9и энергию атома-то использовали непосредственно. 9Но принципы ему ясны уже из того, что он видит со стороны, он прямо в голове чувствует, как что должно работать. 9- Я чувствую. 1Когда я только-только вырос, я уже мог это исправить. 9Записи и чертежи я все прочел, но главное не что я изучал, а как я думаю. 9Триста миллионов лет мой народ все это изучал, а теперь я просто чувствую. 1- Триста миллионов лет! 1Когда ты сказал, что прямо сроду умеешь и говорить, и читать, я понял. 8Это ваше племя очень старое, но чтоб так… 2У нас тогда еще динозвры бегали. 9- Да, мои предки видели таких зверей на вашей планете, – серьезно подтвердил Лин. 9- Так я буду чинить? 9Тощий растерянно мотнул головой и молча передал Линлый инструменты. 1- Слышишь, толстяк? 3Триста миллионов лет, и почти все это время они были далеко впереди нас теперешних. 8Ты только подумай. 9Мы были еще так, букашки, кормились динозвровыми яйцами, а эти уже летали с планеты на планету. 9Подолгу, наверно, нигде не оставались, сила тяжести для них в шестеро выше нормальной. 9А своя планета маленькая, воздух не удержала, пришлось зарыться в яму, вот остался от них от всех один Лин. 9- И поэтому он механик? 9- У него инстинкт. 0Знаешь, какие инстинкты за такой срок развились у животных и у насекомых? 9У него чутье на механизмы, может, он не знает, что это за машина, но чует, как она должна работать. 9Да еще прикинь, сколько он мне научных записей показывал и сколько всего, наверно, перечитал, я думаю, 9нет на свете такой машины, с которой он бы не сладил. 9Толстяк решил, что спорить нет смысла. 9Либо эта обезьяна все исправит, либо им отсюда не выбраться. 9Лин взял кусачки, отключил все контакты пульта управления и теперь обстоятельно, деталь за деталью, разбирал его. 9С необычайной ловкостью расцеплял провода, извлекал электронные лампы, разъединял трансформаторы. 9Лину ничего не стоило в этом разобраться. 9Земляне получают энергию из атомного топлива, используют определенные свойства ионизированного вещества, 9регулируют скорость ионизации, а затем реактивная струя через диузы с большой скоростью выбрасывается наружу. 9Простейшая задача по электронике, управляемая реакцией. 9Маленькими проворными руками он виток за витком свернул проволоку в спираль, свернул вторую, 0между ними поместил электронную лампу. 9Вокруг этого узла появились еще спирали и лампы, затем длинная трубка, Федер, 9Лин соединил ее с трубопроводом, подающим смесь для ионизации, укрепил шину. 9Инжекторы оказались излишне сложны, но их он трогать не стал, годятся и так. 9На все вместе не ушло и пятнадцати минут. 9- Будет работать. 9Только в первый раз включайте осторожно. 9Теперь это работает на всю мощность, не так мало, как раньше. 9Тоще осмотрел сделанное. 8- И это все. 8У тебя же осталась куча свободных деталей, куда их? 8- Это было совсем не нужное. 8Очень плохое. 8Теперь хорошо. 9Элен старательно объяснил тощему, как будет работать новая конструкция. 9Прежнюю мог объяснить только опытный специалист, отлично владеющий сложной терминологией. 9Но то, что вышло сейчас из Руклина, было плодом знания, оставившего далеко позади неуклюжие сложности первых робких 9попыток. 9Если что-то надо сделать, это делается как можно проще. 8Теперь тощий только диву давался, почему люди так не сделали с самого начала. 9И как ему было не удивляться, когда все вдруг оказалось просто и ясно… 9Он кивнул. 9- Отлично. 9Вот это да, толстяк! 9Коэффициент полезного действия примерно девяносто девять целых девяносто девять сотых процента, 9а раньше у нас было не больше двадцати. 9Ты молодчина, Лен. 9Толстяк ничего не понимал в электронике, но объяснения Лена прозвучали убедительно, говорить больше ни о чем. 9И он направился к Рубке. 9- Ладно, значит, отбываем. 9До скорого, обезьяна! 9Тощий подобрал медную проволоку, подал Лену и проводил его к люку. 9Лунный житель вышел из корабля, поднял голову к закрывающемуся люку и старательно улыбнулся на земной манер. 9- Я открою створа и выпущу вас. 9И я вам заплатил, и все справедливо, так? 3Тогда, до скорого, Тощий! 9Да полюбят тебя великие за то, что ты вернул мне мой народ! 0- Прощай,… 9- отозвался Тощий и помахал рукой. 0Может, мы еще когда-нибудь тебя навестим, посмотрим, как ты тут процветаешь. 9Люк закрылся. 1И вот Лен снова у себя в пещере, нежно гладит медную проволоку и ждет грома ракетных двигателей, ему радостно, и тревожно. 9Медь, это счастье, но мысли, которые он прочел у Толстяка, сильно его смущают. 9Что ж, меди хватит для многих поколений, а что будет дальше с его народом, это во власти великих. 1Он вышел за дверь и смотрел, как уносится вверх теперь уже не мигающий, уверенный огонек, унося с собою судьбу его племени. 5Если эти двое расскажут на Земле о радиоактивных камнях, впереди рабство и гибель. 9Если промолчат, быть может, его племя возродится к прежнему величию и вновь отправится на другие планеты, когда-то, 9еще в пару своего расцвета, лунный народ от этих попыток отказался, но ведь теперь на других мирах его встретят не дикие джунгли, 9а жизнь и разум. 9Быть может, когда-нибудь, владея древним знанием и покупая на других планетах вещества, которых нет на Луне, 9потомки даже найдут способ вернуть родному миру былое великолепие, не об этом ли мечтали предки, 9пока ими не овладело без надежности и не простерлись над его народом крылья ночи… 0Лен смотрел вверх, ракета поднималась над ним по спирали, то заслоняя, то вновь открывая просвет в вышине, 9равномерные смены тени и света, будто мерные взмахи крыльев незапамятные дали времен, 9когда воздух над Луной был еще полон летучих существ. 9Наконец черные крылья достигли свода, Лен открыл шлюз, они скользнули наружу, и стало совсем светло, быть может, 9это предзнаменование. 9Но казать, доброе или дурное? 1Он понес медную проволоку в детскую. 9А на корабле Тущий Лейн смеющимися глазами следил за толстяком Уэлшем, тому явно было не по себе, 1он пытался собраться с мыслями. 9- Ну? 8- сказал Тущий. 9- Каков наш приятель? 9Пожалуй, не хуже людей, а? 9- Угу. 9Пускай даже лучше. 9Я на все согласен. 9Он не хуже меня, а может, и получше. 9Хватит с тебя? 9- Нет. 1- Тущий ковал железо, пока горячо. 1- Как насчет радиоактивных материалов? 9Толстяк подбавил двигателем мощности и ахнул, ракета рванулась вперед с небывалой силой, его вдавило в кресло. 9Он осторожно перевел дух, немного посидел, глядя в одну точку. 9Наконец, пожал плечами и обернулся к Тущему. 9- Ладно, твое я взяла. 1Обезьяну никто не тронет, я буду держать язык за зубами. 9Теперь ты доволен? 0- Ага. 0Тущий Лейн был не просто доволен. 9Он тоже в случившемся видел предзнаменование, и, значит, идеалы не такая уж глупость. 9Быть может, когда-нибудь черные крылья предрассудков и чванливого презрения ко всем иным племенам и расам навсегда 1перестанут заслонять небо людям, как перестали застилать глаза Толстяку. 0Вероятно, ему, Лейну, до этого не дожить, но в конце концов так будет. 9И править миром станет не одна какая-либо раса, но разум. 8- Да, Толстяк, я очень доволен. 9И не горюй, ты не так уж много потерял. 0На этой или новой схеме сцепления мы с тобой разбогатеем, я уже придумал, 0новый способ пригодится по крайней мере для десяти разных механизмов. 0Что ты станешь делать со своей дулей? 9Толстяк расплылся в улыбке. 9- Начну валять дурака. 9Помогу тебе снова здорово взяться за твою пропаганду, будем вместе летать по свету и целоваться с Марсишками да с обезьянами. 9Любопытно, про что сейчас думает наша обезьянка. 1Ален в эти минуты ни о чем не думал, он уже решил для себя загадку противоречивых сил, действующих в уме Толстяка, и знал, 9какое тот примет решение. 9Теперь он готовил медный купорос и уже провидел рассвет, идущий на смену ночи. 9Рассвет всегда прекрасен, а этот, просто чудо. 9Лестер де Лерей. 7КОНЕЦ СВЕТА inquis DAkis, Sмена, 1989. 29. Пер. …то.Ginseburg. Ocker Ent Spellsekby Harrifayn, 31 July 2000 9- Пробуждение было наполнено страхом, но упал. 6Попытки вернуться в прежнее полное небытие оказались тщетными. 0Мерцающее сознание непокорно рвалось из глубины сна. 5Это сопровождалось болью, но смутное воспоминание о ней было еще болезненнее. 0Он задерживал дыхание, сколько мог, затем потихоньку вздохнул. 2Все было тихо, только рядом что-то пощелкивало, для часов это текание было слишком редким. 9Станция безмолвствовала… 9Он, казалось, ухватился за ниточку, но она тут же оборвалась. 9Станция. 9Этот странный, призрачный край, в котором даже веса не чувствуешь. 9Ощущение такое, будто паришь в пустоте, и только легкий ветерок обдувает половину лица, 9да что-то теплое обволакивает тело и голову. 9Потом он уловил слабый запах и понял, что находится в больничной палате. 9Тепло исходило от повязок. 9Ощущение легкости создавалось, должно быть, наркотиками. 9Под действием наркотиков могли возникнуть и глубокий сон, и неопределенный страх. 9В таком случае ожидание насилия, всего лишь следствие катастрофы, которая… 9Память отказала. 9Страшное слово и амнезия промелькнула в голове, но мгновенно исчезла. 9Он, Пол Финтон, готовящийся после окончания Калифорнийского технологического института заняться ракетами, 9которые проложат людям путь к звездам. 9А сейчас, первый из своей группы, временно прикомандированный к военно-воздушным силам. 9Как только он поможет избавить мир от насилия, снова вернется к занятиям… 9Здесь опять был провал в памяти, но это уже не имело значения. 9Он знал, что здоров, гладен и изнемогает от жажды. 9Боль еще не совсем прошла, но обязательно пройдет. 8Открыв наконец глаза, Пол увидел, что весь как бы с пелену. 9Четыре тонких эластичных шнура тянулись от этого кокона к стенам, металлическим стенам маленькой коконой, 8в которой, очевидно, все было к чему-то привязано. 8К потолку, стул, к двум стенам, аппараты, а ветерок от маленького вентилятора раскачивал бутылку, которая, 9ничем не поддерживаемая, просто болталась в воздухе. 7Подчеркивание космос-подчеркивание. 8Это была не догадка, а уверенность. 9Пол находился на космическом корабле. 9Первая дикая мысль об инопланетинах исчезла, не успев даже оформиться. 9Его окружали изделия человеческих рук, и почему-то он знал, что так и должно быть. 8От укрепленной на его руке манжетки к тикающему аппарату у стены вела трубка, а счетчик аппарата стоял на нуле. 9Видимо, наркотик поступал оттуда, пока полностью не иссяк. 9- Сестра! 9- Голос его гулк разнесся между металлических стен. 5- Сестра! 9Доктор! 9Кто-нибудь! 9За исключением тикания аппарата и слабого жужжания вентилятора на корабле не раздавалось ни звука. 9Фентон выдернул с-под повязки иглу и начал выбираться из спеленывавших его пуд. 9Теперь двигаться стало легко и удобно. 9На одной из стен был пластиковый мешок со странной зеленой формой, которая пришлась ему в пору. 9Застегнув на куртке, молнию, он автоматически достал сигарету и закурил, что несколько сняло напряжение. 9Заметив инициалы, появ двойная кавычка, выгравированные на зажигалке с затейливым узором, 0космический корабль и стремляется с Земли к чему-то, что, очевидно, должно изображать космическую станцию, – затянулся глубже, 9размышляя, как попали сюда его инициалы и почему эта форма оказалась сшитой по его мерке. 9Увидев свое отражение на гладкой поверхности одного из аппаратов, Пол перенес новое потрясение. 9На него смотрело его собственное лицо, но постаревшее, с морщинками у глаз, лицо тридцатипятилетнего мужчины, 9а ведь он помнил себя восемнадцатилетним. 8Этот удар, потерянный для памяти годы, оказался самым сильным из всех. 9Финтон с криком бросился к двери, 9- Сестра! 9Эй! 9Помогите! 9Дверь открылась, за ней показался туннель, и эхо от его металлических стен было единственным ответом Финтону. 9Напрасно он надрывался от криков. 9Корабль, или что там было такое, безмолвствовал. 2Спокойно, не волноваться. 8Пустые слова. 6Они не умеряли бешеного стука сердца, не мешали коже зудеть под повязкой от липкого пота. 9Пробежав по туннелю, Финтон на миг остановился у дальней двери. 9Здесь он начал чувствовать свой вес. 9Ну да, по мере удаления от центра вращающейся станции вес пребывает, у Финтона не было времени задумываться, 9откуда ему это известно. 9Открыв дверь, он заглянул внутрь. 9В помещении стояли резервуары с растениями. 4Пол снова крикнул, чувствуя, как эхо, разносимое металлическими стенами, сводит его с ума. 8Станция была нема, как эти растения, пополнявшие в ней запас воздуха. 8Ни одного человеческого звука. 9Ноги сами переступили через порог, и Финтон, увлекаемый псевдогравитацией, пролетел вперед, 9ткнувшись во что-то руками и коленями. 9Это был труп. 0На плече сохранилась эмблема лейтенанта из отдела гидропоники, но половина головы отсутствовала. 9Финтон отпрянул и увидел забрызганный кровью угол одного из резервуаров. 9Очевидно, человек ударился головой об этот угол, и резервуар оказался прочнее черепа. 2Борясь с подступающей дурнотой. 4Финтон толкнул следующую дверь, за которой ему открылось еще более жуткое зрелище, разможженный трубой девушки, 2лежавший здесь не первый день. 1В этой комнате сильнее ощущался тошнотворный запах разложения, так как впервые его забивал аромат растений. 5Дальше шла спальня. 9Финтон промчался через эту комнату и через следующее. 9На космическую станцию, он знал уже точно, что это именно станция, обрушился удар невероятной силы, 9выдержать которой можно было, лишь имея специальную защиту. 9Финтону повезло. 9Эластичная колыбель, смягчив удар, спасла ему жизнь. 9К тому же, центр станции не сильно пострадал от катастрофы. 9Могло быть только одно объяснение, здесь произошел взрыв. 9Финтон взглянул на свои плечи, и внезапно эмблема обрела определенный смысл. 7Он признал свою форму лейтенанта и пилота, доставляющего грузы с больших транспортных кораблей на станцию. 9Это воспоминание было для него еще не посильным. 5Пол застыл, стараясь понять, где он и почему мать бросила его здесь одного. 9Однако это состояние быстро прошло, рассудок вернулся, принеся с собой еще какие-то факты из прошлого. 9Пол Финтон служил в военно-воздушных силах, и несколько лет, пока строилась станция, водил космические корабли. 9Когда станция была построена, он попросился сюда на постоянную работу. 8Огромная, мощная станция стала его жизнью. 1В этом не было ничего удивительного. 8Она должна была навсегда покончить с угрозой войны. 9Благодаря ей люди получали возможность направить свои силы на покорение космоса, вместо того, чтобы воевать друг с другом. 9Она открывала путь к полному торжеству человеческого разума, к тому идеалу, за который боролся Финтон. 4Отсек за отсеком прошел полпу примолкшей станции, но всюду было одно и то же. 9Дверь в большой приборный отсек была закрыта, и он решил попасть сюда кружным путем, 9тем более что зрелище смерти больше не вызывало в нем дурноты. 9Теперь его страшилая мысль о полном одиночестве и необходимости удерживать себя от анализа причин катастрофы. 9Он был не в силах думать об этом. 9В противоположном конце станции разрушения были малозаметны, дальность и расстояние, очевидно, смягчило удар. 9Появилась надежда найти здесь людей. 9Но Финтону никто не попадался, видимо, их отвлекло что-то еще до катастрофы. 9Вдруг он наткнулся на мертвеца. 0Пуля, пробившая голову, валялась в шести дюймах от трупа. 0Это не было самоубийством, оружие отсутствовало. 8Несколько дальше Финтону попались еще два трупа, мужской, в рабочем кресле, и женский, в цистерне с какой-то жидкостью. 9Оба покойника были застрелены. 0Пол толкнул дверь в приборный отсек. 9Капитан Элистер. 9Лейтенант Морган. 9Они сидели на своих местах, но ответить не могли, так как пули застигли их за работой. 9Были здесь и трупы, все изрешеченные автоматной очередью. 9Финтон вновь почувствовал, что теряет рассудок, повязка больно стиснула голову, и он, тихонько всхлипывая, поднял руку. 1- Сью! 6Сью! 7Сюзи, прогоня их… 9Сюзи ушла, сегодня она была свободна от работы. 9А соседские мальчишки швыряли в него камнями. 4Скверные были мальчишки… 7Он пришел в себя резко, сразу. 9Одна рука сарапала дверь, другая сжимала сорванную с головы повязку. 7Финтон получил контузию, когда возвращался на станцию с последней партией бомб и в спешке не рассчитал скорость. 7Должно быть, он стукнулся головой, но ничего страшного не случилось, хотя, помнится, он орал от боли, 7пока ему не сделали инъекцию успокоительного. 7Те бомбы… 7Он был близок к тому, чтобы вспомнить остальное, но тут до него донесся и крик, совсем слабый, но отчаянный. 9Крикнув в ответ, Финтон побежал по туннелю, опоясывавшему гигантскую станцию, в этом направлении, откуда раздался крик. 9Сердце бешено колотилось, и в душу закрадывался страх перед возможностью наскочить на человека с автоматом. 9Крик повторился. 2Он доносился с центра станции и был мало похож на человеческий, скорее крик раненого или умирающего животного. 9Финтон добежал до комнаты, бывший крохотным лазаретом, и осторожно вошел в палату. 9Спеленутая так же, как он, и с такой же трубкой на руке, корчилась в агонии девушка. 9Лицо ее было перекошено, из открытого рта вырывался непрерывный стон. 9- Марта! 3- Финтон подался вперед и замер. 0- Когда-то это была Марта Грейвс, теперь же от нее осталась лишь оболочка. 8Слишком долгая работа в радиоактивной лаборатории вызвала злокачественную опухоль, растущую невероятно быстро. 8Доктору пришлось оперировать прямо здесь и вместе с опухолью удалить почти весь мозг гениального физика, 0сохранив низшие отделы, регулирующие чисто физиологические функции организма. 9С ближайшим кораблем Марта должна была покинуть станцию. 0Финтон бросился в камбус. 0Глотая слюну, он схватил что попалось под руку из непортящихся продуктов и тубы с водой. 9От запаха пищи изо рта несчастного создания потекла слюна. 9Захлебываясь, Марта жадно высосала воду и проглотила немного пищи. 2Стоны умолкли, и через несколько минут она спокойно спала. 0Пол осторожно выдернул иглу из ее руки и немного постоял в нерешительности. 9Затем, разыскав в аптеке спирт, он наполнил им тубу и бережно протер тело Марты губкой. 2Дважды, пока он перепеленывал ее, Марта просыпалась, но тут же засыпала снова. 9Когда он вышел из палаты, его стошнило. 9Теперь до него окончательно дошел весь ужас положения. 9Он остался один. 9Кроме него и существа, которое нельзя было назвать человеком, не было ни одной живой души, возможно, во всем мире. 9Иначе грузовым судам давно пора быть здесь. 9Мысль о гибели мира подсознательно зародилась в нем еще тогда, когда он выполнял обязанности сиделки по отношению к 5несчастной девушке. 9Сейчас его поразило, что он так спокойно подумал о конце мира и почти смирился с этой мыслью. 9Одним прыжком Финтон достиг наружного шлюза. 9До сих пор он не собирался проверять его. 9Красный сигнал люка показывал, что воздух наполовину вышел. 9Должно быть, люк пострадал во время катастрофы, но сработавший автоматический аварийный клапан приостановил утечку 2воздуха. 5Финтон разыскал скафандр и выбрался наверх, переведя управление с автоматического на ручное. 9Здесь было хуже, чем внизу. 8Очевидно, лопнул весь наружный шов станции. 9Пол выбрался в Большую бухту, рассчитанную на хранение пятисот водородных бомб, которые, однако, никогда не должны быть 6были пускаться в ход, а предназначались лишь для того, чтобы препятствовать возникновению новых войн самим своим 6существованием. 4Здесь, видимо, сложены те бомбы, которые он доставил с грузового корабля. 9Сколько их было? 9Он не знал. 9Однако от всего запаса остались лишь последние крохи. 9Рука одного из мертвецов сжимала чеку, так и не успев сбросить на землю новую бомбу. 9А внизу размеренно вращался голубовато-зеленый гигантский шар. 5Фентон не знал, остался ли прежним, равным двум часам, период вращения станции вокруг этого шара? 5Вероятно, если изменился, то незначительно. 8При всех обстоятельствах ничто и никогда не остановит станцию, которая вечно будет продолжать свой путь по орбите. 9Взгляд его задержался на светлом пятнышке, выделявшемся на затемненной половине земли. 0Оно казалось малюсеньким, но было крупнее и ярче всего, что виделось на таком расстоянии. 9Так мог выглядеть только объятый пламенем город. 5Фентон стоял и смотрел, не желая примириться с единственным логическим объяснением. 9Все-таки невозможное случилось. 0Война, так долго висевшая угрозой над человечеством, в конце концов разразилась. 0Люди пошли против людей, государство с ядерными бомбами, против государства с бактериологическим оружием. 9А чтобы станция не могла этому помешать, Земля прежде всего напала на станцию. 9Вот и объяснение всему происходящему. 9Даже здесь, внутри станции, нашелся изменник, расстрелявший сотрудников из автомата. 9Фентон вспомнил Питера Алина, главного механика, десять лет проработавшего на станции. 9Он, должно быть, давно готовил свое предательство. 9Сначала он напал на командиров, использовав элемент внезапности, затем стал уходить, убивая всех, кто попадался на его пути. 9В грохоте стрельбы Питер не услышал нового грозного шума. 9Огромный, управляемый снаряд, выпущенный, возможно, хозяевами изменника, поразил его одновременно с теми, кого он предал. 9- Почему? 9- заорал Фентон. 9- Почему? 1Он разрыдался, и собственные рыдания звучали в его ушах, пока он возвращался в приборный отсек. 9Вера и надежда не оправдались, вера в спасение мира и надежда на это сооружение из металла. 9Мысли были горькие и все время путались, но Фентон сумел взглянуть фактом в лицо. 5Станция погибла, а человечество вернулось назад в джунгли, вместо того чтобы лететь к звездам. 9Медленно, но без страха перед тем, что придется увидеть, Пол подошел к экрану, позволявшему рассмотреть место, 9на которое направлен телескоп. 5Некоторое время он возился с ручками, настраивая прибор, потом постоял минуту, глядя на плывущую высоко над ним луну. 9Люди были близки к тому, чтобы освоить ее. 7И он надеялся участвовать в этом деле. 7Теперь оно стало невозможным. 9Он посмотрел вниз, на город, скрытый тонкой дымкой облаков. 9Кое-что все же можно было разглядеть. 2Но это кое-что оказалось огромной грудой пепла. 8На пятьдесят миль вокруг простиралась опустошенная, ставшая непригодной для жизни Земля. 9По мере движения станции он переводил телескоп с одного города на другой, и наконец ему попалось несколько городов, 1разрушенных не столь основательно. 9Должно быть, здесь применили остромодные атомные бомбы, но и их оказалось достаточно… 9Он опустил ручки телескопа, и им овладело вдруг тупое безразличие, которому Пол был даже рад. 8В аптеке найдется какой-нибудь яд… 7Медленно поднявшись, Финтон приготовился выключить экран и замер. 9Он увидел движущиеся точки. 3Бросившись в кресло, он постарался увеличить масштабность изображения. 9Станция была как раз над Эфрикой, следовательно, движущиеся точки были какими-то крупными животными. 9Но… 3На экране появилась еще точка, движущаяся более быстро. 4Самолет. 7Вглядевшись внимательнее, Финтон убедился, что точки внизу движутся по прямым. 9Скорее всего это автомобили. 9Жизнь продолжалась. 3Дрожащими пальцами Финтон потянулся к радиопередатчику и стала наугад менять диапазоны. 9С минуты царила тишина. 8Потом появились слабые потрескивания, он услышал азбуку Марзи и схватил микрофон. 9Передатчик не включался, а сигнал был на незнакомом языке. 2- Давно пора установить понятный для всех способ общения, – подумал Финтон, раскрыл передатчик потряс его. 9Тщетно. 9Одна электронная лампочка не светилась. 9Он пошарил в ящике под столом, надеясь найти сохранившиеся запасные детали. 9Ему посчастливилось, он нашел нужную лампочку, заменил перегоревшую, и передатчик заработал. 9Теперь пропала Марзианка. 9Видимо, станция вышла из зоны приема. 8Но это уже не имело значения. 0Главное, на Земле остались живые люди. 9Погибли города, наука, цивилизации, но человечество живет и будет жить. 9И он, Финтон, как всякий, знающий хорошо свое ремесло, понадобится Земле. 7Может быть, это поколение мало что успеет сделать. 8Но оно окажет помощь в восстановлении разрушенного мира, и будущие возрожденные поколения устремятся все-таки к звездам. 9После столь горького урока, едва не окончившегося гибели всего живого на Земле, войн, конечно, никогда больше не будет. 9Финтон понимал, что у него реакции после перенесенной депрессии, но его рассуждения не были лишены смысла. 9Он ведь мог вернуться. 0На станции сохранился небольшой спасательный корабль, заправленный горючим. 9И места на корабле могло хватить для многих вещей, неизвестно ведь, в чем испытывают особую нужду на Земле. 9Контейнеры с кислородом погибли. 4Зато осталось вдоволь растений, выращенных на гидропонической основе. 9Они даже надежнее. 9С их помощью человек может долгое время жить в герметически закрытом корабле. 9Финтон встал и направился в грузовой отсек. 9За то время, пока он нагружал корабль до предела, реальность понемногу стала вытеснять его неоправданный оптимизм. 9Факт, что часть людей осталась жива, не уменьшал их вина за страшные злодеяния и, конечно, не приближал их к звездам. 9Мало-помалу отвращения и ужас вновь начали овладевать Финтоном. 9Сможет ли человек забыть столь жестокий урок, о котором ему очень долго будут напоминать руины городов? 5В таком мире жизнь будет горькой, полной кошмаров. 9Но когда-нибудь, в далеком будущем, потомки Финтона смогут с гордой улыбкой взирать на Землю с Луны. 5Финтон закончил погрузку и прошел назад по разрушенной станции. 8Воздух с каждой минутой становился все тяжелее от запаха разложения. 9Поравнявшись с трупом Питера Алина, Финтон отвел глаза. 9Когда-нибудь придется отдать себе отчет, что его раса бы родила и такого предателя, когда-нибудь, но не сейчас… 0В последний раз память попыталась увлечь его назад, к детству, но он не поддался и решительно прошел мимо трупа. 9Это было прошлое. 9А жить отныне надо только для будущего. 5Он опять зашел в приборный отсек, внезапно появилась потребность услышать человеческий голос. 9Станция за это время совершила виток вокруг Земли и прошла немного дальше. 9Сейчас она находилась над Эмерикой, значит, он услышит родной язык. 5Финтон вытер вспотевшие руки и взял микрофон. 9- Вызываю Землю! 9Вызываю Землю! 9Говорит космическая станция. 9Отвечайте, Земля. 9Я в этом деле новичок, поэтому повторяйте ответ, пока настроюсь на вашу волну. 9Космическая станция вызывает Землю. 9Прошло несколько секунд, и в наушниках раздался ответ, не понимали. 9Проклятие! 9Некоторые бомбы прошли мимо цели. 9Мы потеряли девяносто пять процентов. 2Дела плохи. 9Но этим подонкам пришлось еще хуже. 9Лучше, если вы приземлитесь возле меня, я укажу место. 9Кое-кто очень зол на вас, ребята, за то, что вы все это затеяли. 9Если у вас остались бомбы, прежде чем покинуть станцию, задайте им перцу. 9- Космическая станция, задайте им… 9Финтон повернул на стройку, и в уши ворвалась серия воплей. 0Из всей этой истерической чепухи он понял, что от него требуют захватить все культуры, имеющиеся в биологической лаборатории. 9- Хоть по одному микробу. 9У вас там много нераспознанных, – неистово повторял голос. 9- Захватите их, а мы разберемся, что может пригодиться. 1Мы должны напасть первыми. 9Мы должны… 9Пальцы Финтона отчаянно вертели на стройку по всем диапазонам. 9Спасения не было. 9Наконец он услышал резкий щелчок мощного пеленгатора. 9Это могла быть только официальная радиостанция. 9Временный главный штаб космической станции. 9Отвечайте! 9Отвечайте! 9- кричал осипший голос человека, бессменно работающего на протяжении суток. 5- Я понял вас, генеральный штаб, – откликнулся Финтон, испытывая облегчение от того, что там, внизу, 9еще существует какая-то организация. 9Голос заговорил быстро и четко, 0- Хорошо. 9Мы вызываем вас уже несколько суток. 9Думали, что эти проклятые ракеты прикончили всех. 9Вы можете управлять… нет, не надо. 9У меня для вас приказ. 9По нашим расчетам, девятнадцать бомб у вас еще осталось. 9Передаю цели… и, бога ради, не мажьте, как в прошлый раз. 9Итак, первая цель… слушайте внимательно, повторять не буду, первая цель… 5Финтон выключил радио и медленно поднялся. 9Он вышел из приборного отсека, прошел мимо покойников, погибших от пуль Алина, и мимо самого Алина, мимо трупов тех, 9кто погиб при взрыве. 6Вид смерти больше не волновал его. 9По сравнению с тем, что сохранилось на Земле, смерть ничего не стоила. 9Пол уверенно повторил прежний путь, нашел скафандр и, надев его, вышел через наружный шлюз. 9Бомбы были на прежнем месте, и не девятнадцать, а двадцать. 8Рядом с бомбами лежали трупы людей, которые прибыли сюда, чтобы повести человечество к звездам, а умерли из-за того, 9что Землей продолжала править ненависть. 9На Земле были только враги, ничему не научившиеся и желающие завершить бактериологическим оружием-то. 9Чего не сумели сделать бомбами. 9Финтон наткнулся на труп старого ученого, которого хорошо знал. 9Этот человек работал над проблемой лечения рака и был уже близок к успеху. 9Финтон перекрестил каждую из двадцати бомб и одну за другой сбросил на Землю. 1Где-нибудь они взорвутся. 9Все равно где. 9Люди отправили в космос своих послов смерти, теперь послы возвратятся домой… 9Пройдет время, человечество вновь двинется вперед. 9А сейчас люди скорее всего начнут объединяться против Станции, которую сочтут общим врагом. 9По Луфинтона это уже не волновало. 9Он спустился в лазарет, чтобы выполнить свой долг по отношению к тому, что осталось от Марты Грейвс, постоял возле нее, 0держа в руках шприц, затем пожал плечами, отложил шприц и поднял Марту на руки. 9У причала Станции стоял наготове космический корабль, способный доставить их в далекую гавань. 9С их гидропонической фермой и запасами провианта они смогут прожить еще очень долго. 9А их корабль останется на скрытой от Земли стороне ее спутника вечным памятником погибшей земной цивилизации. 9Люди, мечтавшие о Луне и построившие Станцию, заслужили памятник. 1По Луфинтон остановился внутри корабля, ожидая, пока закроются все люки, и сплюнул себе под ноги. 9- Идеалист! 8- с горечью выбронил он себя. 9Когда он включил двигатели и оторвался от Станции, глаза его были обращены к Луне. 9Земля уходила все дальше, но Финтон на нее не оглянулся… 9ЛЕСТЕР ДЕЛЕРИЙ. 0ТАйная миссия 2d– the kiss… 9- Журнал, Знания, Сила, 1991, НН Семьи. 7- 8- Пер. 9- Б. Клюева. 1Окер энд спеллчик би Хэри Фэйн, 10 Агост 2000 9- Пробивая сквозь верхушки деревьев, солнце, 9- И солнечные лучи беспощадно обнажили весь хаос и опустошение там, где еще вчера обретался деревянный дом, 9теперь он лежал в руинах. 1Одну стену, будто взрывом, отбросило далеко в сторону, и ее жалкие обломки валялись на земле, крыша провалилась, 9как если бы по ней великан прошел. 5Тут же возле развалин дома лежало и то, что учинило весь этот разгром. 1В одной куче с лабораторным оборудованием и различными предметами, еще недавно располагавшимися в лаборатории разрушенного 2дома, валялись искореженные металлические балки, а чуть в стороне лежал на боку разбитый на куски странный на вид двигатель. 8Среди всего этого мусора выделялся цилиндр, по-видимому бывшая ракета. 0Огромная лоснящаяся металлическая чушка, застрявшая на рухнувшей крыше, лишь отдаленно, 2да и то на взгляд искушенного в космических делах наблюдателя, напоминала потерпевшую крушение космический корабль. 3Из бывшей лаборатории еще выбивались языки пламени и лизали обшивку корабля, медленно захватывая остатки дома. 9В стороне, на поляне лежали две распростертыные человеческие фигуры одинакового роста и сложения, впрочем, 9на этом их сходство и заканчивалось. 9Один из них, темноволосый человек с изуродованным до неузнаваемости лицом, был абсолютно гол. 9Неестественный поворот головы, без всяких сомнений, свидетельствовал о том, что у него сломана шея. 9Второго человека и по росту и по сложению можно было бы принять за викинга из далекого прошлого, 9если бы его лицо не отмечало печать высшей культуры. 9Он был одет, и потому, как вздымалась и опускалась его грудь, можно было заключить, что он жив. 9На балке, упавшей рядом с ним, видны были следы крови. 9Кровь, и в большом количестве, была и у него на голове, но рана легкая, его просто контузило. 9Но вот он зашевелился и неуверенно поднялся на ноги, потряс головой, пощупал рану на виске. 9Медленно обвел взглядом поляну, огонь, весело пожиравший руины. 9Следующим объектом его внимания стал труп человека, он перевернул его и осмотрел. 9Нахмурился, снова потряс головой, чтобы восстановить память, которая явно оставила его. 9Память не возвращалась. 9Он узнавал все, что видел, но не находил слов, чтобы дать определение предметам, и не было в голове никаких признаков 6прошлого. 9Первое, что подкидывало ему память, было его пробуждение и ощущение невыносимой пульсирующей боли в голове. 9Без всякого удивления он осмотрел ракету и понял, что она, потеряв управление, грохнулась на дом, 9но и тут в его памяти не возникло никаких картин, и он отказался от попыток что-либо вспомнить. 9Он не мог даже сказать, был ли он во время катастрофы в корабле или в доме. 9Возможно, в доме в это время спал тот, голый человек. 9Легкое покалывание почувствовал он вдруг в голове, оно становилось все сильнее и побуждало к действию. 9Нельзя попусту тратить здесь время, он должен выполнить какую-то жизненно важную миссию. 9Какую же? 9В какое-то мгновение ему показалось, что он ухватил мысль, но она тут же и ускользнула, 9осталось только непреодолимое желание подчиниться. 9Он пожал плечами и направился по едва заметной среди деревьев тропинке прочь от развалин. 9Но тут новое побуждение, которому он подчинился, потому что неволен был поступить иначе, заставило его вернуться к трупу. 9Не осознавая своих действий, он подтащил труп, тот оказался удивительно тяжелым, к самому дому. 9Огонь охватил уже весь дом, но он нашел не такой жаркий проход внутрь и сумел столкнуть труп в самое пекло. 5Исполнив это второе побуждение, он вернулся к выполнению первого, вернулся на тропинку в лесу и медленно побрел по ней. 9Стопы буквально горели в ботинках, ноги были свинцовые, но он мрачно продолжал путь, 9в то время как в голове нескончаемой каруселью вертелись одни и те же вопросы, кто он? 9Где? 9Зачем? 9Кто бы ни жил в том доме, сам ли он или погибший, место было выбрано для него весьма уединенное, казалось, 9лесной тропе не будет конца, и ни одного жилища ему не встретилось по пути. 9Тяжело продирался он вперед, гадая, есть ли конец этой тропинке, пока не увидел ряд столбов с перекладинами и натянутыми на 9 них проводами. 9Впереди он различал широкое шоссе, по которому в обоих направлениях сновали машины, 9и он поспешил туда в надежде кого-нибудь встретить. 9Ему повезло. 9У края дороги примостился один из автомобилей, и в передней его части возился какой-то человек. 9Гневные, грубые ругательства так и сыпались из него. 9Наш незнакомец вдруг ухмыльнулся и заторопился к машине, вперев взгляд в голову водителя. 0Напряжение огромной силы прострелило его мозг, но как только он приблизился к человеку, оно тут же прошло. 9- Вам помочь? 8- слова выскочили сами собой, и теперь вместе с восприятием обстановки предложения складывались в голове сами, 9а ведь до этого он не знал языка. 8Но не вид водителя, ни все то, что пробудило в нем какой-то отсек памяти, не имело никакого отношения к его личности, 9к его собственному опыту, и в этом было что-то неправильное. 9Побуждения, которым он рабски следовал, не находили объяснения. 3При его словах хозяин машины поднялся, и его потное лицо просияло. 9- Да, как раз в этом я и нуждаюсь, мистер! 9- Благодарно воскликнул он. 8- Вот уже битый час я торчу здесь с этой чертовой колумагой, и хоть бы кто поинтересовался, что тут у меня. 9А вы соображаете что-нибудь в этом? 9- Хм! 9- незнакомец, так он сам стал называть себя за неимением ничего более вразумительного, потрогал провода, 9слегка подивившись незамысловатости устройства. 9Не обнаружив поломки, он обошел машину, открыл багажник и заглянул в него. 9Уверенность он обрел, добравшись до инструментов. 5- Ага, скорее всего, трамблер, – сказал он. 9И был прав. 9Через несколько минут мотор тихо заурчал, и водитель обратился к незнакомцу, 0- Теперь порядок. 9Хорошо, что вы подвернулись мне, это же самая дряная часть дороги, да и до ближайшей авторемонтной мастерской не одна 1мили. 9Вам далеко? 0- Мне? – незнакомец помолчал в замешательстве. 0- Мне в большой город, – сказал он наконец, не придумав ничего лучшего. 9- Тогда влезайте. 9Я еду в Элизабет-Бет, нам по пути. 9Да я и рад вашему обществу, а то от нечего делать болтаешь всю дорогу сам с собой. 9Курите? 9- Нет, спасибо. 9Никогда не курил, – он с неудовольствием смотрел, как сосед прикуривает. 9Дым от сигареты, запах бензина да и самого водителя вызывали тошноту, но он постарался насколько возможно освободиться от 2 этого чувства. 9- Не слышали ли вы, а может быть, читали что-нибудь о космическом корабле? 9- Это вы о корабле Оглсорпа? 9Конечно, я читал о нем все, что публиковалось в газетах. 1Водитель на секунду повернулся к спутнику, и его глаза бусинки сверкнули в полутьме. 0- Меня давно удивляет, почему эти финансовые воротилы не вкладывают капиталы в эти ракеты, и вот наконец Оглсорп влез в это 9дело. 9Что ж, теперь мы, может, и узнаем что-нибудь о Марсе. 9Незнакомец ухмыльнулся. 9- Ну и каков этот корабль? 9Что с ним делается сейчас? 0- В… вскупе, на первой полосе есть его фотографии. 9Посмотрите там, на заднем сиденье. 8Ага, то самое. 9Взглянуть бы хоть одним глазком, какие эти марсиане! 9- Трудно сказать, – отозвался незнакомец. 8Ему было достаточно беглого взгляда на фотографию в газете, чтобы понять, что это не тот корабль, который потерпел крушение. 0- А о других ракетах для полета на Марс ничего не слышно? 9- Не-а. 7Я, во всяком случае, не слыхал. 0Знаете, я частенько думаю, что марсиане похожи на нас. 0Ее-богу, – ему и оглядываться не понадобилось, чтобы почувствовать недоверие собеседника. 9- Я даже как-то написал рассказ об этом для одного научно-фантастического журнала, но они вернули его мне. 9Я представил себе, будто давным-давно на Земле существовала цивилизация, например Атлантида, и они улетели и поселились на Марсе. 9А потом Атлантида затонула, и все там погибли. 1И я подумал, что однажды те-то, долго пропадавшие, вернутся на Землю, внезапно так вынырнуто давая себе строить новую 7цивилизацию. 8Ведь неплохо задумано, а? 0- Логично, – согласился незнакомец, – ну легковато, что ли. 9А почему бы не предположить, что была война между Марсом и Землей, в которой обе цивилизации погибли, а не Атлантида затонула? 9Нелогичнее ли такое предположение? 4- Может быть, как знать… 9Можно попробовать… 9Только им ведь вы не допадаю уродцев… 9А, дурень паршивый, лезет тут на рожон! 9- он высунулся из кабины и погрозил кому-то кулаком, потом продолжал рассуждать, – читал я тут как-то о двух разновидностях 5марсиан, одни похожи на осьминогов, другие – гиганты в двадцать футов высоты и совсем синие с ног до головы. 9Мучительно всколыхнулось что-то в памяти, почти вспомнил. 7Синие… 0Но снова пустота, осталась только тревога. 9Незнакомец нахмурился, умастился поглубже на сиденье и, односложно отвечая на нескончаемый монолог собеседника, 9посматривал на мелькание поселков и городков за окнами автомобиля. 5- Вот и Элизабет! 9Куда вас подбросить, в какое место? 9Незнакомец зашевелился, приходя в себя, огляделся. 5Голова болела страшно. 9- Да все равно, – сказал он. 0Но снова что-то побудило его изменить решение. 9- Впрочем, подвезите к какому-нибудь врачу. 1В этом решении был, конечно, смысл, естественно воспользоваться помощью медика в таком состоянии. 9Но ощущение присутствия чужой воли не покидало его и настоятельно требовало объяснения, в то же время он сомневался, 6что существует сколько-нибудь вразумительное объяснение этому. 9Вот и сейчас пойди пойми, он явно нуждается в медицинской помощи и в то же время боится просить о ней, 9так как это может навлечь на него беду. 9Когда машина остановилась у двери с табличкой практикующего врача, сердце у него готово было выскочить из груди. 9- Приехали, – водитель потянулся к дверце, чтобы открыть ее, и при этом чуть не коснулся руки попутчика, который резко 5отпрянул, успев отдернуть свою руку, мурашки побежали у него по спине, его буквально затрясло. 9Если бы водитель дотронулся до него… 9Приоткрытая дверца снова захлопнулась, а он все думал, что не дай бог кому-нибудь прикоснуться к его телу, 9это вызвало бы ужасные последствия. 9Опять эта непонятная команда, вроде бы никак не связанная с предыдущими, тем не менее слушаться ее нельзя, 9она сильнее его воли, разума. 9Он выбрался из машины, пробормотав слова благодарности, и поднялся в кабинет доктора Лоногана, 9'Часы приема с двенадцать часов ровно до четыре часа ровно. 9Доктор оказался старым человеком с морщинистым, добрым лицом. 9Таким, впрочем, и должен быть всякий практикующий врач. 9Кабинет его вполне соответствовал его облику. 1Одну стену занимали полки с книгами по медицине, в стеклянном шкафчике хранились лекарства, 9лежали в беспорядке инструменты. 9Он спокойно выслушал рассказ незнакомца, иногда подбодривая его улыбкой и постукивая по столу карандашом. 2- Ну что ж, амнезия, – подытожил он. 9- В общем явление довольно обычное, если не считать некоторых частностей. 8Травмированный мозг, как правило, выкидывает всякие штучки. 9Эти побуждения, о которых вы упомянули, не кажутся ли они вам своего рода порождением галлюцинаций? 9- Ну, – он снова проанализировал свои ощущения и пришел к выводу, что доктор слабо разбирался в случаях, подобных его. 9- Если бы это были просто побуждения, я бы согласился с вами. 0Но это гораздо глубже, и существует какая-то причина их возникновения. 4Я в этом уверен. 9- Хм… 9- …доктор опять постучал по столу карандашом и задумался. 4Незнакомец сидел, уставившись взглядом в основание его черепа, и опять в голове возникло такое же жуткое напряжение, 6как при встрече с водителем, потом будто что-то перевернулось в мозгу, и напряжение отступило. 9- А у вас в карманах нет ничего, что могло бы помочь установить вашу личность? 9- Ах! да! 9- Воскликнул незнакомец, чувствуя себя полным идиотом, и проявил карманы. 9- Совсем не подумал об этом. 9Он вынул пачку сигарет, грязный носовой платок, какую-то мелочь, назначение которой он не представлял себе, и наконец портмоне, 9полный банкнот. 9Доктор перехватил портмоне и быстренько просмотрел его содержимое. 9- Как видите, деньги у вас есть… 1Но ни одного документа. 8Вот только и инициалы, лг- 8Ага, вот визитная карточка,… 8Он протянул ее вместе с портмоне-визитер и удовлетворенно улыбнулся. 9- По всей видимости, вы, коллега, доктор Лейртон Гейнс. 9Это вам что-нибудь говорит? 9- Ничего. 9- Хорошо обрести имя, – только и подумал он, взглянув на карточку. 9- Но при чем здесь очки, сигареты? 9Он же никогда в жизни не пользовался ни тем, ни другим. 1В это время доктор, порывшись в своих книгах, выудил грязный красного цвета том. 9Ху-ис-ху, – пояснил он. 9- Посмотрим… 9Хм… 8Вот… Лейртон Р.Гейнс, ученая степень, доктор медицины. 9Странно, но вы выглядите гораздо моложе… 9Далее, работает над проблемами онкологии. 9Родственников не указано. 9Ваш адрес… 9По-видимому, тот дом, о котором вы упоминали, Дансвилл, Суррей Роуд. 8Хотите взглянуть? 9Он протянул книгу, и незнакомец, вернее теперь Гейнс, внимательно ее проштудировал, но не почерпнул из нее ничего нового, 9кроме того, что ему сорок два года. 3Он положил книгу и вынутую из портмоне банкноту на стол. 9Гейнс пожал плечами, улыбнулся и, открыв дверь, оказался на улице. 0Никаких побуждений он не ощущал, одно уныние, и поэтому решил, что миссию свою завалил. 9Как-с-как же мало они понимали в лечении болезней, хотя и трудились не покладая рук. 9В сознании Гейнса сложилась полная картина развития медицины со всеми ее поразительными взлетами и падениями, и он видел, 9что даже его случай не подвластен здешним медикам. 9И это новое его открытие, так же как неожиданное обретение им речи, оставалось для него загадкой. 9Оно вломилось в его мозг, как бы преодолев колоссальное сопротивление, 9и обескураживающее чувство поражения сопутствовало этому приобретению. 9И как ни странно, к онкологическим проблемам его открытие не имело никакого отношения, 9оно касалось только методов терапии. 9Напрашивалось одно объяснение, но оно было настолько фантастичным, что трудно было в него поверить. 9Предположим, что эти двое, шофер и врач, были телепатами, но не из тех, кто, глядя в глаза другому, крадут его мысли. 8Нет, это было что-то гораздо более сложное и необъяснимое, нежели простое пробуждение каких-то заклинившихся разделов памяти, 9вызванное появлением этих двоих. 9Он остановился за углом, изнемогая от напрасных попыток что-то понять, тупо раздумывая над свалившейся на него проблемой. 0- Пожалуйте, Тайм, и Ньюс, Скуп, и Джарнил. 9Читайте о громаднейшем крушении на железке. 9Газету, мистер. 9Геймс в ответ хмуро отвернулся. 9- Не надо. 8- Ваню утопили балединку! 5- приставал мальчуган со своими новостями. 9- Есть и про ракету на Марс. 9Ну должна же быть у этого человека своя ахиллесова пята. 9Но смысл жаргонных словечек разнощика газет едва доходил до Геймса. 9Он уже направился к переходу через улицу, потирая руками виски, когда почувствовал все тот же импульс, 0заставивший его броситься назад, к мальчишке-газетчику. 9Он нащупал какую-то мелочь у себя в кармане, бросил монету на стопку газет, избегая прикосновения руки мальчугана, 9и схватил газету, скуп. 9- Чокнутый, – громко резюмировал паренек и сунул монету в карман. 9На первой полосе газеты снимка не было, и Гейнс не без труда обнаружил статью. 9- Ракета на Марс отправляется в среду! – гласил заголовок, набранный мелким шрифтом, 9а дальше шла статья на три четверя вертиколонки. 9- Первый полет на Марс состоится в назначенное время, – заявил сегодня журналистом Джеймс Оглсорб. 9Крупного финансиста не отпугивает скептицизм ученых, и он готов осуществить свои планы. 9Он полагает, что его люди стартуют на Марс 8 июня, как и было задумано. 9Строительство ракеты совершено, ее двигатели проходят последние испытания. 9Гейнс еще раз внимательно проглядел газетную полосу. 1Автор явно держал язык за зубами, но из намеков и из пустых как будто слов Гейнс почерпнул необходимую ему информацию. 9Ракета дееспособна, человек вышел наконец на путь завоевания иных планет. 7Никаких упоминаний о других подобных ракетах статья не содержала. 9Однако вполне возможно, что попытки превзойти Оглсорбов создания подобной ракеты где-то втайне и предпринимались. 9Но не это важно. 0Важно не допустить полета. 7Самое главное, человек не должен лететь на Марс. 9Гейнс не знал, в чем смысл этого его решения, с точки зрения здравого смысла оно никуда не годилось. 9Он воспринимал это как свой долг, не допустить полета на Марс, это долг, и все тут. 9Он быстро вернулся к разнощику газет и уже протянул руку, чтобы тронуть его за плечо, но тут же отдернул ее, никаких прикосновений. 9Казалось, мальчик почувствовал его присутствие и быстро повернулся. 9- Газетку? 9- радостно произнес он, но узнал незнакомца. 5- А, это вы? 9Чего вам? 9- Как мне попасть на поезд в Нью-Йорк? 3- Он достал двадцать пять центов и кинул их на газеты. 1Мальчик весело посмотрел на него. 5- Протопайте четыре квартала, свернете направо, топайте дальше, пока не упретесь в здание вокзала. 9Не заплутайте. 9Спасибо, мистер. 1Открытие телефонной книги как источника информации стало величайшим триумфом Гейнса, хотя первый оглсорп, 0к которому он пришел по указанному адресу, и оказался чернокожим дворником. 9Он продолжал свой путь по городу, рассматривая ничего не говорящее ему числа на домах. 9Видимо, их расположили по закону арифметической прогрессии, не принимая в расчет расположения улиц. 9Он сгорбился, его лицо было искажено от боли, брови сведены в водную линию. 9Несколько минут его бил кашель, буквально разрывая на части легкие, потом он прошел. 9Такого с ним еще никогда не бывало. 9Вот и на сердце стало давить, тоже впервые. 9Со всех сторон его обступили и душили запахи человека, бензина, табака, тяжкая смесь, от которой некуда было укрыться. 9Он поглубже засунул руки в карманы, чтобы, не дай бог, не коснуться кого-нибудь, и, увидев на доме напротив номер, 9который он искал, пересек улицу. 7Какой-то человек вошел в лифт, и Гейнс последовал за ним, с облегчением подумав, что ему не придется подниматься по лестнице. 9- Угл-сорб? 9- спросил он у лифтера. 8- Четвертый этаж, комната 405, – ответил Бой и открыл перед ним дверь лифта. 0Гейнс вышел и вскоре оказался в приемной, отделанной хромом. 8- Вас ждут, сэр! – преградила ему путь девицы, глядя на него снизу вверх. 9Ее лицо носило следы глубокого уныния, этим, быть может, и объяснялся резкий тон обращения к нему. 9Совсем как горат цвет тени отца Гамлета, – мистер Огл-сорб занят. 9- Я приглашен на завтрак, – вежливо ответил Гейнс. 9Он уже заметил, что о еде люди говорят охотнее всего. 5- Тут нет ничего о приглашении на завтрак сегодня, мистер… 9- Гейнс. 9Доктор Лейртон Гейнс. 9Он ухмыльнулся, помахивая как бы в задумчивости двадцатидолларовой банкнотой. 9Очевидно, к болезни под названием «деньги» иммунитета здесь никто не имел. 9Она бросила взгляд на банкноту, и в голосе ее появилось сомнение, когда она снова занялась рассматриванием своего 9блокнота. 9- Да, конечно, мистер Огл-сорб мог пригласить вас раньше и не предупредить меня об этом, – она заметила, 9как незнакомец слегка наклонил голову и положил деньги на краешек стола. 5- Присядьте, пожалуйста, я сейчас скажу мистеру Огл-сорбу. 9Из кабинета она вышла очень скоро и мильком подмигнула посетителю. 9- Он забыл, – сказала она Гейнсу, – но все улажено, он сейчас выйдет, мистер Гейнс. 8Вам повезло, он сегодня завтракает позднее. 2Джеймс Огл-сорб оказался гораздо моложе, чем предполагал Гейнс, хотя, возможно, 7именно этим и объяснялся его интерес к ракетам. 1Он вышел из кабинета, нахлобучивая шляпу на кудрявую черноволосую голову, и ощупал взглядом незнакомца. 9- Доктор Гейнс? – спросил он, протягивая крупную руку. 9- Оказывается, у нас с вами деловая встреча во время ленча. 9Гейнс быстро поднялся и поклонился, избегая рукопожатия. 2По-видимому, Огл-сорб не заметил этой неловкости, во всяком случае он продолжал как ни в чем не бывало, 1- Знаете ли, эти телефонные договоренности легко забываются. 8Вы специалист по раковым заболеваниям, не так ли? 9С месяц назад один из ваших друзей был здесь, хлопотал о содействии. 9Пока они спускались в лифте, Гейнс молчал, ждал, когда они спустятся в буфет, находившийся в этом же здании. 9- На этот раз я не ищу финансовой поддержки. 7Я хочу говорить с вами о ракете, в которую вы вложили свой капитал. 9Она, кажется, уже готова к полету? 9- Да. 5Хотя вы, один из немногих, кто верит в эту возможность, – на лице Огл-сорб и поочередно сменялись выражения то сомнения, 0то подозрительности, а в конечном счете, заинтересованности. 9Прежде чем снова обратиться к Гейнсу, он заказал еду. 9- Уж не хотите ли вы полететь? 9В команде еще есть вакантное место врача. 9- Нет, я не о том… 9Пожалуйста, только гринку и молока. 9Гейнс понятия не имел, как подойти к интересующему его вопросу, как конкретно обосновать свою идею. 1Тяжелая челюсть и бульдожий облик собеседника не внушали надежды на взаимопонимание, и он готов был оставить свое намерение, 9но опять это побуждение заставляло его продолжить начатое. 9И он мобилизовал все свое воображение, сам сомневаясь в истинности того, что собирался сказать. 9- Мистер Оглсорп, не ваша, другая ракета уже проделала этот путь и вернулась назад, на Землю. 9Но еще до приземления пилот умер. 9Я могу показать вам разбитую машину, хотя огонь уничтожил почти все, возможно, в том, что осталось, 9вы и не сумеете опознать ракету. 3Там, на Марсе, есть нечто, с чем человеку нельзя сталкиваться. 9Это… 9Привидение? 9- грубо прервал его Оглсорп. 9- Нет. 9Смерть! 9Умоляю вас… 5- Нет, – снова прервал его Оглсорп. 9- Вчера зашел ко мне один тип, уговаривал пойти с ним посмотреть блоки его корабля, утверждал, что был на Марсе. 9А сегодня я получил письмо, автор которого сообщает, что его навестили марсиане и чем только не угрожали. 9Я не считаю вас лжецом, доктор Гейнс, но я по горлу сыт этими рассказнями, ваш осведомитель был либо кретином, 7либо паникером. 0Могу показать вам кучу писем, и все, о том, почему следует отменить этот полет. 9Тут астрология, и зомби, даже фотографии есть. 9- Но предположим, что на той ракете прилетел я. 8О том, что я Гейнс, свидетельствует только визитная карточка, которая вместе с портмоне оказалась в кармане моего пиджака, 9но в нем же я обнаружил и сигареты, и очки, хотя никогда в жизни не пользовался ни тем, ни другим, – признался Гейнс. 0У Оглсорпа только скособочился рот, то ли в улыбке, то ли от отвращения. 9- Вы интеллигентный человек, доктор Гейнс, предположим, что и я тоже. 9Может быть, это покажется вам смешным, но единственно, ради чего я сколачивал свое состояние, 9убухов на это столько времени и трудов, что ни один дурак не поверит, так вот, я делал все это только ради того, 6чтобы построить этот корабль. 5И пусть хоть Зеленый в шесть футов ростом муравей придет и пригрозит мне Армагедданом, я все равно полечу. 9Нашла, что называется, коса на камень, Оглсорпа относился к тому типу людей, которые сначала действуют, 9а уж потом хватаются за голову от ужаса, и на сей раз он ничего ужасного не предчувствовал. 9Поэтому разговор пошел о предметах обыденных, и Гейнс не мешал ему говорить, постепенно погружаясь в молчание. 9Однако осведомленности у него прибавилось, теперь он знал, где находится ракетодром, как располагается охрана, 9словом, все то, что не сумел выведать корреспондент, скупо. 6Все эти картинки и информацию он почерпнул непосредственно из головы Оглсорпа. 8Теперь у него самого уже не оставалось сомнений в собственных непонятных телепатических способностях получать любую 9информацию. 2Был ли он сам по себе феноменом или такое непредвиденное случилось с ним в результате кораблекрушения, неизвестно. 9В аэропорту Гейнс взял такси, у шофера глаза полезли на лоб, когда он узнал место назначения, 9но и здесь деньги оказались всесильными. 8И вот они уже ехали по местности, еще более пустыной и безлюдной, чем окружавшая дом Гейнса леса, вскоре шоссе кончилось, 9а дальше шла грязная, вся в колеях дорога, которую проложили грузовики Оглсорпа, доставляющие грузы к ракете. 9Такси остановилось. 9- Вам сюда? 9- неуверенно спросил шофер. 9- Да. 9Гейнс дал шоферу сверх положенного еще банкноту и отпустил его. 1А сам поплелся к грязной, разбитой дороге и пошел по ней, изредка останавливаясь отдохнуть. 0В ушах стучало, каждый шаг отдавался невыносимой болью в позвоночнике, будто приказывая, 9«Остановись». 0Но нечего было и думать об остановке или о возвращении, еще в аэропорту у него возникло желание бросить все это, 0но он тут же ощутил сильнейшее понуждение справиться со своей ослабевшей волей. 9- Чуть-чуть отдохнуть! – мысленно взмолился он, но та же неутолимая сила передвигала его свинцом налитые ноги и заставляла 9идти вперед, к ракетной базе. 8Он взглянул на небо, на Марс. 9Тяжелые тучи скользили над ним, скрывая Луну. 0Самые скверные из ругательств, которые он услышал от своего первого шофера, так и просились на язык, 0но даже во имя Красной планеты произнести их у него не было сил. 9И он пробивал свой путь в полном молчании. 9Марс уже переместился на несколько градусов к тому времени, когда он в первый раз увидел базу, 8расположенную в продолговатой, узкой долине. 2С одной ее стороны были дома для обслуживающего персонала, с другой – большое строение, скрывавшее ракету от посторонних глаз. 9Гейнс остановился, чтобы буквально выкошелить часть своих легких, оставшийся путь он дышал тяжело, с хрипом. 2Цепочка охранников должна была окружать долину. 1Оглсорп мог рисковать, имея перед собой всех этих безумцев, что засыпали его письмами, в которых называли его не иначе, 9как безбожником, дураком, ведущим свою команду на верную смерть. 9Ракета – вещь хрупкая, как бы совершенна она ни была, и большой армии не потребуется, чтобы разрушить ее, 8стоит только раскрыть ее местонахождение. 5Гейнс прошел посты охраны и продвигался дальше по Подлеску, пользуясь мгновениями, когда Луна пряталась за тучами. 9Один раз он чуть не попал в ловушку, но вовремя заметил ее. 9Дальше Подлесок кончался, но в слабом свете Луны он в своей одежде почти сливался с землей и, 0тихо отлеживаясь в светлые минуты, полз затем вперед, никем не замеченный. 1Он просчитал уже расстояние, отделявшее охранников от базы, и кивнул себе головой, 0никакой взрыв не причинит им вреда. 9На пандусе возле ангара как будто бы никого не было. 9И вдруг в темноте у стены вспыхнул красный огонек и медленно погас, там человек курил сигарету. 9Присмотревшись, Гейнс разглядел винтовку, приставленную к стене. 9Этот охранник, подстраховка, о которой не знал сам Оглсорб. 9Неожиданно все вокруг осветилось сквозь разрыв в облаках, Гейнс замер, прижавшись к земле, 9и раздумывал над непредвиденным осложнением. 1И опять ему захотелось уйти, но он тут же понял, что не может, ему не оставалось ничего другого, как завершить начатое. 9Когда тучи снова закрыли луну, он спокойно встал и направился к уже поджидавшему его человеку. 2- Здравствуйте, – сказал он тихо, так, чтобы его мог слышать только этот охранник. 9- Позвольте пойти. 9Я специальный инспектор от Оглсорпа. 9Луч света ударил ему прямо в лицо, ослепил, и он поспешил навстречу ему, другие охранники могли увидеть его, 9хоть это было и маловероятно, все их внимание было сосредоточено вовне, на внутренние постройки они не смотрели. 9- Подойдите, – ответил наконец охранник. 9- Как вы прошли охрану? 9Естественно, в вопросе прозвучало подозрение. 9Ружье, как заметил Гейнс, было направлено ему в живот, и он встал так, чтобы противник мог видеть его. 9- Джимми Дархем знал о моем визите, – сказал он охраннику. 9Сведение о том, что Дархем, начальник караула, Гейнс выудил Оглсорпа. 9- Он сказал, что у него нет времени извещать вас обо мне, но я и пришел, как видите, сам. 9- Хм-м… 1Раз они вас пропустили, значит, все в порядке, но теперь уж, пока кто-нибудь не удостоверит вашу личность, вы отсюда не уйдете. 9Руки! 9- Охранник осторожно подошел и обыскал Гейнса, нет ли у него оружия. 9Гейнс изо всех сил тянул руки вверх, только бы охранник не коснулся его обнаженных кистей. 1- О'кей! 1А что за дело у вас? 1- Общий контроль. 8Хозяина предупредили, что здесь готовятся беспорядки, и он послал меня проверить, как осуществляется охрана, и предупредить вас. 9Тут все заперто? 1- Да нет. 9Какой толк от замка на этой халупе? 5Вот я здесь и торчу вместо замка. 9Может, посигнались Джимми, пусть придет, подтвердит вашу личность, и отпустить вас? 0- Не беспокойтесь. 1Все обстояло как нельзя лучше. 8Мешало только одно, он не хотел убивать охранника. 1Можно обойтись без этого, ни к чему вмешивайте убийство в то дело, которое он вынужден выполнять. 9- Теперь, когда я все осмотрел, мне особенно спешить некуда. 9Закурим? 9- Да, вот только что накурился. 4Что, спичек нет? 9На! 1Геймс чиркнул спичкой и робко прикурил. 9Дым обжиг атака огнем пылающее горло, но он справился с кашлем и сделал еще одну затяжку. 9В темноте охранник не мог видеть льющихся из его глаз слез и исказившееся в гримаса лицо. 9Вопреки неотвязному побуждению к действию Геймс всеми силами, даже с помощью сигареты, 9пытался отвлечь внимание охранника, но напрасно. 9- Спасибо, – сказал он, протягивая коробок. 9Когда охранник хотел взять его, он случайно коснулся руки Геймса. 9И тут же горло охранника было стиснуто, он отпрянул, пытаясь вырваться и позвать на помощь. 9От неожиданности он промедлил какую-то секунду, этого оказалось достаточно, 5чтобы Геймс свободной рукой нанес страшный удар ребром ладони по шее охранника. 9Тут застонал и свалился замертво. 9Импульс одержал над ним победу и на этот раз. 9Охранник был мертв, ударом руки Геймс сломал ему шею. 9Геймс оперся спиной о стену, справился с приступом удушья и рвотой. 1Придя в себя, он взял фонарь охранника и повернулся к ангару. 5В темноте с трудом просматривался корпус огромного космического корабля. 2Дрожащими руками Геймс нащупывал путь к кораблю, затем зажег спичку и держал ее в ладонях, 9пока осматривал внутренность ангара через открытые ворота. 9Он опасался, как бы свет в ангаре не привлек постороннего внимания. 9Проникнув внутрь ракеты, он зажег фонарь, дал самый слабый свет, и по мосткам двинулся в заднюю часть ракеты, туда, 9где обычно располагается двигатель. 9Двигатель оказался простейший, и на его разрушение не требовалось ни больших усилий, ни продолжительного времени. 9Он легко обнаружил контрольные гайки, пробежал глазами ничем не покрытые стенки двигателя, обследовал трубки, 9выведенные на них. 9Судя по результатам осмотра этого небольшого аппарата, корабль в значительной степени уступал тому, 9который потерпел крушение там, в лесу. 9И тем не менее на его создание ушло много лет и практически все состояние Аглсорпа. 9Если этот корабль уничтожить, на постройку нового людям потребуется много времени, лет десять или, по меньшей мере, два года… 9Он утерял нить мысли, но чувствовал, что память понемногу начинает восстанавливаться. 9Он вдруг увидел себя в тесном металлическом помещении, судорожно, но тщетно пытающемся приостановить утечку горючего. 9Затем услышал последний, прикончивший ракету взрыв, и началось беспомощное падение корабля сквозь атмосферу Земли. 9Он едва успел перебраться в переходный отсек корабля, и тот грохнулся о Землю. 9Корабль упал прямо на дом, а я его самого чудесным образом выбросила из корабля, и прежде чем упасть на Землю, 9он повис на нижних ветках дерева. 9Человеку, который находился в доме, повезло меньше, он вылетел оттуда вместе с рухнувшей стеной уже мертвым. 8Пришелец смутно помнил, с каким отвращением снимал он с убитого одежду, облачался в нее. 9Потом на него свалилась балка, он потерял сознание, наступила тьма… 9И значит, он не Гейнс, а тот, из ракеты, и то, что он рассказывал о Глсорпу, было чистейшей правдой. 9У Гейнса, мысленно он продолжал называть себя так, подогнулись колени, и он смог устоять, 9только ухватившись обеими руками за прут, высовывавшись из стены, и продолжал он свой путь с огромным усилием. 9Но ему еще предстояла работа, а что до его болячек, тут дело терпит. 9Теперь ему казалось, что с самого первого момента осознания себя на земле, там, у дома в лесу, он знал, 9что смерть не промедлит и настигнет его раньше наступления следующего дня, но это его не пугало. 9Он снова осмотрелся вокруг и заметил сумку с инструментами, которая лежала открытой на полу, и из нее торчал гаечный ключ. 9Как раз подойдет отвинтить контрольные гайки. 9Фонарь лежал на полу, там, где он оставил его, он тнул его ногой, чтобы направить свет на стенку двигателя, 9нащупал гаечный ключ, и пальцы плотно хватили его ручку. 9И тут в свете фонаря он впервые увидел свою руку. 9Высоко вились синие вены на светло-голубой, как ему показалось, кожей руки. 8Он тупо отметил это про себя, поднес к глазам другую руку и оглядел ее, она была с синей, и ладони, повернутые вверх, 9тоже оказались синими. 6Синий. 9Он вспомнил все, яркой вспышкой вернулась память, и потом понеслись перед его внутренним взглядом многочисленные картины. 9Занятый откручиванием гаек, он в то же время прослеживал картины, которые вернула ему память. 8Он видел почти опустевшие улицы прелестного сказочного городка, к вот будто рядом, 6здесь открылась перед ним дверь одного из домов, показался мужчина, хватавшийся за горло синими руками, 9и в корчах свалился на землю. 9Мимо проходили люди, осторожно обходя труп, они боялись коснуться друг друга. 9По всей планете, всюду людей настигала смерть. 4Вся планета была захвачена ею. 9Она ложилась на кожу пораженного болезнью человека и при малейшем прикосновении передавалась другому и отправлялась 6дальше, поражая все новые и новые жертвы. 6Микробы погибали на воздухе за несколько секунд, но множество новорожденных тут же выбиралось из пор кожи, 9и среди населения планеты все меньше оставалось способных сопротивляться болезни. 0При малейшем контакте болезнь начинала свое коварное завоевание организма, 9а через несколько месяцев неожиданно атаковала тело, окрашивала его в синий рецвет, 9и человек погибал через несколько часов в страшных мучениях. 9Некоторые считали, что болезнь, результат вышедшего из-под контроля научного эксперимента, другие, 9что ее споры попали на планету из космоса. 9Причины могли быть разные, но факт оставался фактом, на Марсе справиться с болезнью не могли. 9Слабые надежды на выживание оставляли легенды о том, что на планете Земля, прародительница марсианской цивилизации, 9существуют люди, и ничего другого не оставалось, как обратиться к ним за помощью. 9Он увидел себя перед экзаменаторами. 9В результате сдачи этих экзаменов выбор пал на него, он должен был лететь на космическом корабле, 9который они лихорадочно строили. 1Его избрали потому, что он обладал исключительными способностями к телепатии, 9даже среди высокоинтеллектуально развитых марсиан он оказался вне конкуренции. 9В последние несколько недель перед полетом эти его способности активно развивали и одновременно внушали ему обязанности, 9его миссию, которую он должен был выполнить хотя бы ценой собственной жизни. 9Гейнс заметил, как из контрольных трубок брызнули первые капли горючей смеси, и отбросил гаечный ключ. 1Старик Леандагх сомневался, что он сможет телепатически считывать у людей иной расы, иной культуры информацию, 9припомнил Гейнс. 9Очень жаль, что старик умер, так и не узнав, что его методы оправдали себя, пусть даже сама миссия окончилась неудачей, 9так как земляне оказались очень слабы в искусстве врачевании. 2И ему теперь оставалось выполнить последний долг, не допустить, чтобы обитатели этого мира погибли так же, как погибли марсиане. 9С большим трудом он заставил себя подняться и, спотыкаясь и бормоча под нос что-то невнятное, прошел обратно по мосткам. 9Синева его кожа потемнела, и он, буквально приказывая своим мускулам не распускаться, 9заставил себя преодолеть расстояние до дверей, до охранника, тело которого оставалось лежать там же, на месте схватки. 9Он был почти без сил, оставшееся он употреблял на то, чтобы преодолевать большее, чем на его планете, притяжение, 9каждое его движение превращалось в пытку. 9Он пытался волочить труп по земле, но сам упал, и на четвереньках, а то и ползком, 9вцепившись одной рукой и зубами в воротник куртки охранника, тащился к двигателю корабля. 9Кружилась голова, он был на грани бесчувствия, и один раз тьма совсем было поглотила его, но придя в сознание, 1он обнаружил себя внутри корабля, ползущим со своей ношей под воздействием все тех же импульсов, которые были сильнее его, 7сильнее его воли. 9Мало-помалу он одолел мостки, заполз в машиноотделение и сбросил труп в небольшую лужицу горючего, 9натекшего за это время на пол. 9Помещение было наполнено парами бензина, в нем похолодало, но едва ли он что-либо чувствовал. 9Ему оставалось выполнить свой последний долг, для этого достаточно было одной искры. 8На Марсе останутся непогребенными некоторые из умерших, это неизбежно, а в трупах останутся живые микробы, 9и с этим могли бы встретиться там земляне. 9Нельзя допустить этой встречи. 9Пока последний марсианин не превратится в пыль, пока микробы, оказавшись на открытом воздухе, все не погибнут, 9земляне должны оставаться на земле, в собственной атмосфере, только это гарантирует им жизнь. 9Теперь носителями инфекции на земле были только он сам и тело человека, которого накоснулся, оставался еще и корабль, 9способный доставить людей на Марс, к непосредственным источникам заболевания. 9Все это теперь легко исправить. 1Перешелец с Марса, тихо улыбаясь, достал из кармана своего пиджака коробок со спичками, полученный от охранника. 9Изо мгновения до того, как смертельная тьма сомкнулась над ним, он успел достать спичку и чиркнуть ею по коробку. 9Появился язычок пламени, и тут же ярким светом осветилось все вокруг. 0Лейстерделерей. 9Крылья ночи 9-… 9-… 9-… 4-…….. 9- Журнал, Химия и Жизнь, 1969, N5, Сократ.Пер. 9- Н.Галь. 0ОКЕР ЭНД СПЕЛЛЧЕК БИ ХОРИ ФЕЙН, 9 АГАСТ-2000 0-…черт бы побрал всех марсиашек! 0- Толстяк Уэллш выплюнул эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей расы. 9Только дотянули до луны, и опять инжектор барахлит. 9Ну, попадись мне еще разок этот марсиашка… 0- Ага! 5- Тощий Лейн нашарил позади себя гаечный ключ и, кряхтя, снова полез в самое нутро машинного отделения. 0- Ага! 0Знаю! 0Сделаешь из него котлету! 5А может, ты сам виноват? 0Может, марсиане тоже люди? 0Ле Робмакис тебе ясно сказал, чтоб полностью разобрать и проверить инжектор, нужно два дня. 0А ты что? 9Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал восемь часов на всю починку… 0Сто раз он спорил с Уэллшем, и все без толку. 0Толстяк, отличный космонавт, но никак не позабудет всю эту чушь, которая пичкает своих граждан возрожденная империя, 9о высоком предназначении человека, о божественном промысле, люди, мол, для того и созданные, 9чтобы помыкать всеми иными племенами и расами. 9А впрочем, лейн и высоким идеалом знает цену, тоже радости мало. 2Сам он к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов, да еще солидное наследство, хватило бы на троях, 9и вдохновенно ринулся в бой. 9Писал и печатал книги, произносил речи, вступал в различные общества и сам их создавал и выслушал по своему адресу немало брани. 1А теперь он ради хлеба насущного перевозит грузы по трассе Земля, Марс на старой, изношенной ракете. 9На четверть ракета, его собственность. 1А тремые четвертями владеет толстяк Лэлш, который достиг этого без помощи каких-либо идеалов, хотя начинал уборщиком в метро. 9- Ну? 9- спросил толстяк, когда лейн вылез наружу. 9- Ничего. 8Не могу я это исправить, недостаточно разбираюсь в электронике… 9- Может, дотянем до Земли? 3Тущим покачал головой. 9- Вряд ли. 9Лучше сядем где-нибудь на Луне. 4Может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух. 9Толстяк повел ракету вниз, посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку. 1- Пора бы тут устроить аварийную станцию, – пробурчал он. 8- Когда-то была, – сказал лейн. 8- Но ведь на Луну никто не летает. 9Грузовики, вроде нас, не в счет. 9Странно, какая ровная эта площадка, ни одной метеорной царапинки не видно. 9- Стало быть, нам повезло… 9Эй, что за черт? 9В тот миг, как они готовы были удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, обе половинки скользнули в стороны, 9и ракета стала медлительно опускаться в какой-то кратер, дна не было видно, рев двигателей вдруг стал громче. 9А над головой вновь сошлись две прозрачные пластины, веря и не веря собственным глазам, 0Лейн уставился на указатель высоты. 4- Сто шестьдесят миль ниже поверхности. 9Судя по шуму, тут есть воздух. 9Что это за капкан, откуда он взялся? 5- Сейчас не до этого. 9Обратно не проскочить, пойдем вниз, а там разберемся. 9Да, толстяк не страдает избытком воображения. 9Делает свое дело, опускается в Исполинском кратере, точно на космодроме в Йорке, и занят только тем, 6что барахлит инжектор, а что ждет на дне, его мало заботит. 9Тощий вновь уставился на экраны, кто и зачем построил этот капкан? 9Л'Н поворошил кучку песка, выудил крохотно-красноватый камешек, которого сперва не заметил, и поднялся на ноги. 9Спасибо великим, они послали ему осыпь как раз вовремя, старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. 9Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом, и серый тут сколько угодно, все очень, очень кстати. 9Правда, он-то надеялся найти медь, хоть щепотку… 9Он подобрал корзину, набитую наполовину камешками, наполовину лишайником, которым заросла эта часть кратера. 9Растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и отправил в рот. 9Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный. 9Если бы еще хоть крупицу меди… 0Л'Н печально вернул гибким хвостом и побрел назад, к себе в пещеру. 9Он мильком взглянул вверх. 9Луч света, постепенно слабее, слой за слоем пронизывал воздух, там, где покатые стены Исполинской долины упираются в свод, 6есть перекрытое отверстие. 9Долгие тысячелетия врождалось и вымирало племя Л'На, а свод все держался, хоть опорой ему служили только стены, неколебимые, 9куда более прочные, чем сам кратер, единственный вечный памятник былому величию его народа. 9Свод построили в те времена, когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы и племя Л'На напоследок вынуждена было искать 3прибежище в самом глубоком кратере, где кислород можно было удержать, чтоб не улетучивался. 9Но время не щадило его предков, оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, 9оно отнимало у молодых силу и надежду. 9Какой смысл прозябать здесь, взаперти, не смея выйти на поверхность планеты? 9Они позабыли многое, что знали и умели прежде. 9Машины рассыпались в прах, племя вернулось к первобытному существованию, кормилось камнем, 9который выламывали из стен кратера, дав выведенными уже здесь, внизу, лишайниками, 9которые могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. 9И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства, но даже из этих немногих зерен прорастал лишь ничтожная доля, 6и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни и под конец, горсточка хилых одиночек. 9Лишь тогда они поняли, что надвигался гибель, но было уже поздно. 1Когда появился Л'н, в живых оставалось только трое старших, и остальные семена не дали ростков. 1Старших давно нет, уже многие годы Л'н, один в кратере… 1Вот и две жилища, которые он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. 9Он вошел к себе. 1В глубине помещалась детская, она же и мастерская, неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол. 9И, как всегда, понапрасну. 0Ни единый красноватый росток не проклюнулся, никакой надежды на будущее. 9Зерно не проросло, близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. 9С горечьей Л'н отвернулся от детской грядки. 5Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли, и зерна, зреющие в нем, могли бы дать ростки. 9Или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, – и проросли бы уже посеянные семена… 9Каждый из племеней Л'н наносил в себе и мужское и женское начало, каждый мог и в одиночку дать зерно, из которого вырастут дети. 9Но, как видно, не суждено… 3Л'н склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату, и оба его сердца тоскливо сжались. 0Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собой медленный огонь, и медленно сочились из последней трубки и падали в 3каменную чашу капля за каплей. 0Но и эта жидкость не издавала хотя бы самого слабого запаха медной соли… 9Остается еще один путь, он труднее, опаснее. 9Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нельзя, есть вкрапление меди. 9Значит, нужен шлем, баллоны со сжатым воздухом, и еще крючья и скобы, чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге 9наверх, и еще, инструменты, распознающие медь, и насос, чтоб наполнить баллоны. 9Быть может, он найдет мед для возрождения. 9Задачи почти немыслимые, и все же надо справиться. 5Его племя не должно умереть. 1Внезапно в пещере раздался пронзительный свист. 4В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит, и, видно, огромный. 9Л'н кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. 9Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер. 9Л'н напустил руку, чтоб створа шлюза вново сошлись, и заторопился к выходу. 5Быть может. 4Великие добрые, наконец, отозвались на его мольбы. 8Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне. 9Быть может, метеорит так велик, что он еле уместится в ладони. 9Блеснул огонек, но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух. 0До слуха наконец донесся сверлящий, прерывистый вой, метеорит должен бы издавать совсем не такой звук. 9Гость не падал стремоглав, а опускался неторопливо, и яркий свет не угасал позади, а был обращен вниз. 9Но это значит, это может означать только одно, разумное управление. 9Ракета. 9Такая машина могла прилететь только со сказочной планеты, что находится над его родным миром, либо с тех, 9которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. 9Но есть ли там разумная жизнь? 9Он мысленно перебирал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки летали к соседним планетам. 9На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши. 9На планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели звери-гиганты, а сушу покрывали растения, 9глубоко уходящие корнями в почву. 4Четвертую планету населяли существа более понятные, жизнь здесь не разделялась на животную и растительную. 9Комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, но еще не могли общаться друг с другом. 9Да, скорее всего, именно этот мир стал источником разума. 9Если каким-то чудом ракета все же прилетела из третьего мира, надеяться ни на что, слишком он кровожаден, 8это ясно из древних свитков, на каждом рисунке огромные свирепуны чудища раздирают друг друга в клочья… 0Корабль опустился поблизости, и Л'Н, полный страхов и надежд, направился к нему, туго свернув хвост за спиной. 0Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. 9Эти существа сложены примерно так же, как и он, хотя гораздо крупнее и массивнее, и, значит,… с третьей планеты. 9Они озирались по сторонам и явно радовались, что тут есть, чем дышать. 8Потом одно из них что-то сказала другому. 2Новое потрясение. 9Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки – бессмысленное лопотанье. 9И это… речь? 7Л'Н собрал свои мысли в направленный луч. 9И опять потрясение. 9Умы пришельцев оказались почти непроницаемы, а когда он, наконец, нашел ключ и начал нащупывать их мысли, стало ясно, 9что они его мысли читать не могут. 8И однако они разумны. 1Но тот, на котором он сосредоточился, наконец его заметил и порывисто ухватился за второго. 9Слова по-прежнему были корявые, нелепые, но общий смысл сказанного луны житель уловил 9- Толстяк, что это такое? 9Второй пришелец обернулся. 9- Не поймешь. 8Какая-то сухопара обезьянов три фута ростом. 9Тоща, а по-твоему, она не опасная? 9- Навряд ли. 7Может быть, даже разумная. 9Этот купол строили нелюди. 9И пришелец, который назывался Тощим, хотя с виду был большой и плотный, обратился к лунному жителю, – Эй! 9Ты кто такой? 9- Л'n, – ответил тот, подходя ближе, и ощутил в мыслях тощего удивления и удовольствия. 5- Л'n. 9Я – Л'n. 9- Похоже, он тебя понимает, – проворчал Толстяк. 9- Любопытно, кто прилетал сюда и обучил его английскому. 9Л'n немного путался, не сразу удавалось различить и запомнить значение каждого звука. 9- Не понимает английскому. 9Никто прилетал сюда. 9Вы… 0Дальше слов не хватило, он шагнул поближе, показывая на голову Тощего и на свою. 9К его удивлению. 2Тощий понял. 9- Видимо, он читает наши мысли. 0- Ишь ты? 0А может, эта обезьяна все врет? 9- Ну, вряд ли. 1Посмотри-ка на тестер, видишь, какая радиоактивность? 1Если бы здесь побывали люди и вернулись, об этом бы уже все докричали… 1Интересно, насколько он разумен. 9Не успел Л'n составить подходящий ответ, как Тощий нырнул в люк корабля и вновь появился с пакетиком под мышкой. 9- Космический разговорник, – объяснил он Толстяку. 0- По таким сто лет назад обучали английскому марсиан. 0- И обратился к Л'n, – тут собрано шестьсот самых ходовых слов нашего языка. 9Смотри на картинки, а я буду говорить и думать слова. 9Ну-ка, один… два… понимаешь? 9Толстяк Уэллш некоторое время смотрел и слушал и отчасти потешался, но скоро ему это надоело. 9- Ладно, Тощий, можешь еще понянчиться со своим туземцем, вдруг узнаешь что-нибудь полезное. 9А я пойду осмотрю стены, любопытно, что тут есть радиоактивного. 7И он побрел прочь, но Л'n и Тощий этого даже не заметили. 0Они поглощены были нелегкой задачей, найти средства общения. 0Казалось бы, засчитанные часы это неосуществимо. 4Но Л'n появился на свет, уже в ладе речи чрезвычайно сложной и высокоорганизованной, и для него столь же естественной, 6как дыхание. 0Усиленно кривя губы, он один за другим одолевал трудные звуки чужого языка и неизгладимо утверждал в мозгу их значение. 0Под конец Толстяк, идя на голоса, отыскал их в пещере л'n и уселся и смотрел на них, точно взрослый на малыша, 2играющего с собакой. 9Наконец Тощий кивнул, 0- Кажется, я понял. 0Все кроме тебя уже умерли и тебе очень не по душе, что выхода никакого нет. 0Гмэм. 9Мне на твоем месте тоже это бы не понравилось. 9И теперь ты думаешь, что эти твои великие, а по-нашему Бог, послали нас сюда. 9А как поправить? 9Л'n просиял. 9Намерения утощего добрые. 0- Нужен нора. 9Жизнь получается оттого, что из многих простых вещей делается одна непростая. 9Воздух, питье, еда, это все у меня есть, и я живу. 9А зерно неживое, будет нора, оно оживет… 0- Какой-то витамин или гормон, что ли? 4Вроде витамина ее. 9Может, мы и смогли бы его сделать, если только… 5Л'n кивнул. 9На обоих сердцах у него потеплело. 9Человек-земли готов ему помочь. 9- Делать не надо! 9- весело пропищал он. 9- Простая штука. 9Зерно или я, мы можем сделать ее внутри себя. 9Смотри. 9Он взял камешки из корзины, размял в горсти, разжевал и знаками показал, что у него внутри камень изменяется. 9Толстяк Уэллш заинтересовался, 9- А ну, обезьяна, съешь еще. 1Ух, ты, черт! 5Он лопает камни. 9Слушай, тощи, у него ж тоже, зоб, как у птицы? 7Он их переваривает. 9Вот что, Луин, тебе, видно, нужен какой-то химический элемент. 9Натрий, кальций, хлор? 1Этого всего здесь, наверно, хватает. 8Может, йод. 8Он перечислил десятка два элементов, но меди среди них не оказалось. 8И вдруг Л'н вздохнул с облегчением. 8Ну, конечно, общего слова нет, но структура химического элемента всюду одна и та же. 9Он торопливо перелистал разговорник, нашел чистую страницу и взял у землянина карандаш. 9Тщательно, начиная от центра, частицу за частицей он вычертил строение атома меди, 9открытое великими физиками его народа. 9И они не поняли. 9Тощи покачал головой и вернул листок. 9- Насколько я догадываюсь, приятель, это схема какого-то атома, но тогда нам, на земле, еще учиться и учиться. 9Толстяк скривил губы, если это атом, так я сапог всмятку. 9Пошли, Тощи, пора спать. 9И потом, насчет радиации. 9Мы бы тут с тобой спеклись в полчаса, спасибо, надели походные нейтрализаторы, а обезьяне это, видно, только на пользу… 9И у меня есть одна идея. 9Тощи вышел из мрачного раздумья и посмотрел на часы. 9- Ах, черт! 1Луин, ты не падай духом, завтра мы это обсудим. 7Л'Ин кивнул и тяжело опустился на жесткое ложе. 9Атом Меди он, конечно, изобразил правильно, однако наука землян делает еще только первые шаги. 1Им не разобраться в его чертежах… 9И все же какой-то выход должен быть, разве что на земле вовсе нет меди… 9Придется перерыть все древние свитки. 9Несколько часов спустя, вновь полный надежд, он устало брел по долине к земному кораблю. 1Найденное решение оказалось простым. 9Все элементы объединяются по семействам и классам. 9Тощи упоминал о натрии, даже по самым примитивным таблицам, какими, наверно, пользуются на земле, можно установить, 6что натрий и медь относятся к одному семейству. 9А главное, по простейшей теории, наверняка доступной народу, строящему космические ракеты, атомный номер Меди, двадцать девять. 9Оба люка были открыты, л'н проскользнул внутрь, безошибочно определяя направление поколеблющимся, 9смутным мыслям спящих людей. 9Дошел до них, и остановился в сомнении. 9Вдруг им не понравится, если он их разбудит? 9Он присел на корточке на металлическом полу, крепко сжимая древний свиток и принюхиваясь к окружающим металлам. 1Толстяк что-то пробурчал и сел, еще толком не проснувшись. 5Его мысли полны были кем-то с земли, в ком присутствовало женское начало, которого, как уже заметил л'н, оба гости были лишены, 0и еще тем, что станет делать он, толстяк, – когда разбогатеет. 9Л'н заинтересовался изображениями этой мысли, нос похватился, тут явно секреты, 4не следует в них проникать без спроса. 9Он отвел свой ум, и тогда-то землянин его заметил. 9Спросоний толстяк у Элж всегда бывал не в духе. 1Он вскочил, шаря вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. 9- Ах, ты, подлая обезьяна! 9- Взревел он. 4- Чего шныряешь? 1Л'н взвизгнул и увернулся от удара, который едва не расплющил его в лепешку, непонятно, в чем он провинился, 6но безопаснее уйти. 1Физический страх был ему незнаком, слишком много поколений жило и умерло, не нуждаясь в этом чувстве. 9Но его ошеломило открытие, что пришельцы способны убить мыслящее существо. 9Неужели на земле жизнь ничего не стоит? 9- Эй, брось! 9- Шум разбудил тощего, он сзади схватил толстяка и не давал шевельнуться. 9Что у вас тут? 9Но толстяк уже окончательно проснулся и остывал. 9- Выпустил из рук металлический брус, криво усмехнулся. 5- Сам не знаю. 9Может, он ничего худого и не задумал. 9Только я проснулся, вижу, он сидит, пялит на меня глаза, а в руках железка, ну, мне и показалось, 8он хочет перерезать мне глотку или вроде того. 7Я уже очухался. 9Поди сюда, обезьяна, не бойся. 9Тощий выпустил его и кивнул л'ну, 9- Да-да, приятель, не уходи. 8У толстяка свои заскоки насчет людей и нелюдей, но в общем-то он добрый. 8Будь хорошей собачкой, и он не станет пинать тебя ногами, даже за ухом почешет. 9Чушь! 3- Толстяк не обиделся. 0Марсиашки, обезьяны, ясно, они не люди, с ними разговор другой, и ничего плохого тут нет. 9- Что ты притащил, обезьяна? 4Опять картинки, в которых никакого смысла нету? 1- Надеюсь в картинках много смысла. 1Вот Нора, двадцать девятый, под натрием. 8- Периодическая таблица, – сказал Тоща Толстяку. 9- По крайней мере, похоже. 9Дай-ка справочник. 9ГММ. 9Под натрием, номер двадцать девять. 9Натрий, калий, медь. 9Это оно и есть, Луин? 9Глаза и л'на сверкали торжеством. 9- Да, это медь. 8Может быть, у вас найдется? 9Хоть бы один грамм. 9- Пожалуйста, хоть тысячу граммов. 9Бери сколько угодно. 9- Ясно, обезьяна, у нас есть медь, если это ты по ней хныкал, – вмешался Толстяк. 9- А чем заплатишь? 1- Заплатишь? 9- Ясно. 9Что дашь в обмен? 9Мы помогаем тебе, а ты нам, справедливо? 0Л'ну это не приходило в голову, но, как будто, справедливо. 9Только что же он может им дать? 9И тут он понял, что у землянина на уме. 9Заметь ему, Л'ну, придется работать, выкапывать и очищать радиоактивные вещества, с таким трудом созданные во времена, 9когда строилось убежище, вещества, дающие теплу и свет, нарочно преобразованные так, чтобы удовлетворять все нужды народа, 9которому предстояло жить в кратере. 9А потом работать придется его сыновьям, и сыновьям сыновей, добывать руду, выбиваться из сил ради земли, 9и за это им будут платить медью, в обрез, только-только чтобы земле хватало рудокопов. 5Мозг толстяка снова захлестнули мечты о том земном создании. 9И ради этого он готов обречь целый народ прозябать без гордости, без надежд, без совершений. 9Непостижимо. 9На земле так много людей, для чего им обращать л' и навраба? 9И рабство, это еще не все. 4В конце концов земля присытится радиоактивными материалами либо, как невелики запасы, они иссякнут, 7и нечем будет поддерживать жизнь, так или иначе, впереди гибель… 9Тущий опустил руку ему на плечо. 9- Толстяк немного путает, Луин. 1Верно. 7Толстяк. 8Пальцы Тущего сжимали что-то… оружие, смутно понял л'н. 8Второй землянин поежился, но усмешка не сходила с его лица. 9- Дурень ты! 3Тущий! 8Чокнутый! 9Может, ты и веришь в эту дребедень, что все люди и не люди равны, но не убьешь же ты меня из-за этого. 9А я свою медь задаром не отдам. 9Тущий вдруг тоже усмехнулся и спрятал оружие. 9- Ну и не отдавай! 9Луин получит мою долю. 9Не забывай, четверть всего, что есть на корабле, моя. 9Толстяк пожал плечами. 9- Ладно, воля твоя. 5Может, взять ту проволоку, знаешь, в ларе в машинном отделении. 9Л' молча смотрел, как они отперли небольшой ящик и стали там рыться. 9Половина его ума изучала механизмы управления, вторая половина ликовала… медь. 9И не какая-то горсточка, а столько, сколько он в силах унести. 9Чистая медь, которую так легко превратить в съедобный купорос… 9Через год кратер вновь будет полон жизни. 9Он оставит триста, а может быть и четыреста детей, и у них будут еще потомки. 9Одна деталь схемы сцепления, которую он изучал, заставила л'инна перенести центр тяжести на половину ума, 7занятую окружающими механизмами, он потянул Тущего за штанину. 9- Это… вот это… не годится, да? 9- А? 8Да, тут что-то разладилось. 9Потому нас к тебе и занесло, друг. 9А что? 1- Тогда без радиоактивных. 1Я могу платить. 9Я исправлю. 8Это ведь тоже значит платить, да? 3Толстяк вытащил из ящика катушку чудесной душистой проволоки, утер пот с олба и кивнул. 9- Верно, это была бы плата. 9Только ты эти штуки не тронь. 8Они и так ни к черту не годятся. 1Может, Туща даже не сумеет исправить. 1- Я могу исправить. 5- Ну, да. 1Ты в каких академиях обучался электронике? 9В этой катушке двести футов, стало быть, на его долю пятьдесят. 1Ты что же, Туща, все ему отдашь? 1- Да, пожалуй. 1Слушай, Луин, а ты в таких вещах разбираешься? 9Разве у вашего народа были такие корабли? 9Мучительно подыскивая слова, л'н попытался объяснить. 9Нет, у его народа ничего похожего не было, атомные устройства работали по-другому. 9Но он прямо в голове чувствует, как все это должно работать. 9- Я чувствую. 7Когда я только-только вырос, я уже мог это исправить. 0Записи и чертежи я все прочел, но главное не что я изучал, а как я думаю. 0Триста миллионов лет мой народ все это изучал, а теперь я просто чувствую. 0- Триста миллионов лет. 1У нас тогда еще динозвры бегали. 1- Да, мои предки видели таких зверей на вашей планете, – серьезно подтвердил Л'н. 9- Так я буду чинить? 9Тущий растерянно мотнул головой и молча передал Л'н на инструменты. 0- Слышишь, толстяк? 9Мы были еще так, букашки, кормились динозвровыми яйцами, а эти уже летали с планеты на планету. 0Подолгу, наверно, нигде не оставались, сила тяжести для них в шестерой выше нормальной. 9А своя планета маленькая, воздух не удержала, пришлось зарыться в яму, вот остался от них от всех один Л'н. 9- И поэтому он механик? 1- У него инстинкт. 0Знаешь, какие инстинкты за такой срок развились у животных и у насекомых? 0У него особые чутье на механизмы, может, он не знает, что это за машина, но чует, как она должна работать. 9Толстяк решил, что спорить нет смысла. 9Либо эта обезьяна все исправит, либо им отсюда не выбраться. 0Л'н взял кусачки, отключил все контакты комбайна управления и теперь обстоятельно, деталь за деталью, разбирал его. 0Маленькими проворными руками он виток за витком свернул проволоку в спираль, свернул вторую, 6между ними поместил электронную лампу. 2Вокруг этого узла появились еще спирали и лампы, затем длинная трубка Федер, Л'н соединил ее с трубопроводом, 5подающим смесь для ионизации, укрепил шину. 0Инжекторы оказались излишне сложны, но их он трогать не стал, годятся и так. 9На все вместе не ушло и пятнадцати минут. 9- Будет работать. 9Только включайте осторожно. 9Теперь это работает на всю мощность, не так мало, как раньше. 9- И это все? 9- удивился Тощий. 9У тебя же осталась целая куча свободных деталей, куда их? 9- Это было совсем ненужное. 9Очень плохое. 9Теперь хорошо. 8И Л'н старательно объяснил, как будет работать новая конструкция. 9То, что вышло сейчас из его рук, было плодом знания, оставившего далеко позади неуклюжие сложности первых робких 9попыток. 9Если что-то надо сделать, это делается как можно проще. 9Теперь Тощий только диву давался, почему так не сделали с самого начала? 0- Вот это да, Толстяк. 0Коэффициент полезного действия примерно девяносто девять целых девяносто девять сотых процентов, а у нас было не больше двадцати. 0Ты молодчина, Луин. 0Толстяк направился к Рубке. 9- Ладно, значит, отбываем. 9До скорого, обезьяна. 9Тощий подал Л'н у медную проволоку и отвел его к люку. 9Лунный житель вышел из корабля, поднял голову и старательно улыбнулся на земной манер. 9- Я открою створа и выпущу вас. 2И я вам заплатил, и все справедливо, так? 9Тогда, до скорого, Тощий. 9Да полюбят тебя великие за то, что ты вернул мне мой народ. 9- Прощай, – отозвался Тощий и помахал рукой. 5- Может, мы еще когда-нибудь вернемся и поглядим, как ты тут процветаешь. 9Люк закрылся. 7Л'н нежно гладил медную проволоку и ждал грома ракетных двигателей, ему было и радостно и тревожно. 5Медь, это счастье, но мысли, которые он прочел у толстяка, сильно его смущали, – он смотрел, 0как уносится вверх теперь уже не мигающий и уверенный огонек. 5Если эти двое расскажут на землей, радиоактивных камнях, впереди рабство и гибель. 9Если промолчат, быть может, его племя возродится к прежнему величию и вновь отправится на другие планеты, 9теперь его встретят не дикие джунгли, а жизнь и разум. 9Быть может, когда-нибудь, владея древним знанием и покупая на других планетах вещества, которых нет на Луне, 9потомки даже найдут способ вернуть родному миру былое великолепие, не об этом ли мечтали предки, 9пока ими не овладело безнадежность и не простерлись над его народом крылья ночи… 2Ракета поднималась по спирали, то заслоняя, то вновь открывая просвет в вышине, равномерно сменялись тень и свет, 7напоминая взмахи крыльев. 9Наконец черные крылья достигли свода, л'он открыл шлюз, они скользнули наружу, и стало совсем светло… быть может, 9это предзнаменование? 9Он понес медную проволоку в детскую. 9- А на корабле Тущий Лейн смеющимися глазами следил за толстяком Уэлшем, тому явно было не по себе. 9- Каков наш приятель? – сказал Тощий. 9- Не хуже людей, а? 9- Угу. 9Пускай даже лучше. 1Я на все согласен. 1- А как насчет радиоактивных? 0- Тощий ковал железо, пока горячо. 1Толстяк подбавил двигателем мощности и ахнул, ракета рванулась вперед с небывалой силой, его вдавило в кресло. 9Он перевел дух, немного посидел, глядя в одну точку. 9Наконец, пожал плечами и обернулся к Тощийму. 9- Ладно, твое я взяла. 9Обезьяну никто не тронет, я буду держать язык за зубами. 5Теперь ты доволен? 9Тощий Лейн был не просто доволен. 9Он тоже в случившемся видел предзнаменование. 1И, значит, идеалы не такая уж глупость. 9Быть может, когда-нибудь черные крылья предрассудков и чванливого презрения ко всем иным племенам и расам перестанут заслонять 8небо земной империи, как перестали они застилать глаза толстяку. 5И править миром будет не какая-либо одна раса, но разум. 9- Да, толстяк, я очень доволен. 7И не горюй, ты не так уж много потерял. 8На этой луиновой схеме сцепления мы с тобой разбогатеем, она пригодится по крайней мере для десяти разных механизмов. 9Что ты станешь делать со своей долей? 9Толстяк расплылся в улыбке. 9- Начну валять дурака. 5Помогу тебе снова взяться за твою пропаганду, будем вместе летать по свету и целоваться с марсиашками да с обезьянами. 9Любопытно, про что сейчас думает наша обезьянка. 9А л'н в эти минуты ни о чем не думал, он уже решил для себя загадку противоречивых сил, действующих в уме толстяка, 9и знал, какое тот примет решение. 4Теперь он готовил медный купорос и уже провидел рассвет, идущий на смену ночи. 9Рассвет всегда прекрасен, а этот, просто чудо. 0ЛЕЙСТЕР ДЕЛЕРИЙ. 0ЕЛЕНА ЛАВ 0- ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИКИС-ДИК 91938. 2И грянул гром. 9Пер. 9…Д.Жуков. 9Окер энд спеллчик би Хэри Фэйн, 26 агаст 2000 9-…Я уже глубокий старик, а все как сейчас. 9Д.Жуков. 8Оглядывает и говорит, задыхаясь от восхищения. 7Красавица, а? 9Она была красива, мечта, а не сплав пластиков и металлов. 6Что-то вроде этого чудилось поэтам-классикам, когда они писали свои сонеты. 9Если Елена прекрасно и выглядела так, то древние греки, видимо, были жалкими скрягами, 6раз они спустили на воду ради нее всего лишь тысячу кораблей. 9Примерно это я и сказал Дэву. 9- Елена прекрасная? 9- Он взглянул на ее бирку. 9- По крайней мере, это название получше того, что здесь написано, к 2у-88. 9Елена… м-м-м-м… 9Елена Сплав. 9- Не очень благозвучно. 9Слишком много согласных в одном месте. 9А что ты скажешь насчет Елены Лав? 9- Елена Лав. 9Да, она и есть в воплощении любви, Фил. 9Такого было первое впечатление от этого сплава красоты, мечты и науки, с добавкой стереопаратуры и двигательных 8механизмов, зато потом голова пошла кругом… 9Мы с Дэвом учились не в одном колледже, но, когда я приехал в Мясину и занялся медицинской практикой, оказалось, 9что у него на первом этаже моего дома небольшая мастерская по починке роботов. 9Мы подружились, а когда я увлекся одной девицей, он нашел, что ее сестра-двойняшка не менее привлекательна, 9и мы проводили время вчетвером. 9Когда наши дела пошли лучше, мы сняли дом поблизости от ракетодрома. 9Там было шумно, но платили мы дешево, соседство ракет-жильцов не устраивало. 9Нам же нравилось жить просторно. 9Наверно, со временем мы бы женились на двойняшках, если бы не ссорились с ними. 9Бывало, Дэйв хочет взглянуть на взлет новой ракеты, направляющейся на Венеру, 9а его двойняшка желает посмотреть передачу с участием стереозвезд Даларри и Янсли, и оба упрямо стоят на своем. 0Мы распрощались с девушками и с тех пор проводили вечера дома. 9Но проблемой роботов и их эмоций мы занялись только после того, как наш прежний робот, Лена, 9посыпала бифштекс в ванилью вместо соли. 9Пока Дэйв разбирал Лену, чтобы найти причину неисправности, мы с ним, естественно, рассуждали о будущности машин. 6Он был уверен, что в один прекрасный день роботы превзойдут людей, а я сомневался. 9- Послушай, Дэйв, – возражал я, – ты же знаешь, что Лена не думает… по-настоящему… 9При противоречивых сигналах она могла бы исправить ошибку. 5Но ей все равно, она действует механически. 9Человек мог бы по ошибке схватить ваниль, но сыпать ее не стал бы. 9Лена достаточно умна, но у нее нет эмоций, нет самосознания. 0- Действительно, это самый большой недостаток нынешних машин. 9Но мы его устраним, вмонтируем в них кое-какие автоматические эмоции или что-нибудь вроде этого. 0- Он привинтил Лене голову и включил питание. 9- Принимайся снова за работу, Лена, сейчас девятнадцать часов. 7К тому времени я специализировался на эндокринологии и всем, что связано с ней. 9Психологом я не был, но разбирался в железах, секрециях, гормонах и прочих мелочах, 9которые являются физическим источником эмоций. 4Медицине потребовалось триста лет, чтобы узнать, как и почему они работают, и я не представлял себе людей, 9которые могли бы создать их искусственные дубликаты за меньшее время. 8Ради подтверждения этого я принес домой книги, научные труды, а Дэйв сослался на изобретение катушек памяти и веритоидных 5глаз. 0В тот год мы так много занимались наукой, что Дэйв освоил всю эндокринологическую теорию, 4а я мог бы изготовить новую Лену по памяти. 9Чем больше мы спорили, тем меньше я сомневался в возможности создания совершенного Homo homo machinensis. 0Бедняжка Лена. 9Половину времени ее тело, состоявшее из бериллиловых сплавов, проводило в разобранном состоянии. 9Сперва мы преуспели лишь в том, что она готовила нам на завтрак жареные щетки и мыла посуду в масле. 9Потом однажды она приготовила отличный обед из шести блюд, и Дэйв был в восторге. 9Он работал всю ночь, меняя ее схему, ставя новые катушки, расширяя ее словарный запас. 7А на следующий день она вдруг вскипела и стала энергично ругаться, когда мы ей сказали, 6что она выполняет свою работу неправильно. 9- Это ложь, – кричала она, потрясая щеткой своего пылесоса. 9- Вы все врете. 9Если бы вы, такие раз-таки, давали бы мне побольше времени для работы, я бы навела порядок в доме. 9Когда мы успокоили ее и она снова принялась за работу, Дэйв потянул меня в кабинет. 0- С Леной ничего не выйдет, – объяснил он. 0- Придется удалить эту имитацию надпочечной железы и вернуть ее в нормальное состояние. 9Но нам надо приобрести робот получше. 3Машина для домашних робот недостаточно сложна. 9- А как насчет новых универсальных моделей Дэйлорда? 0Они, кажется, совмещают в себе все и овся. 0- Точно. 0Но и они не годятся. 0Надо, чтобы нам сделали робот по специальному заказу, с полным набором катушек памяти. 0И из уважения к нашей старой Лене пусть он будет иметь женский облик. 9Таким вот образом и появилась Елена. 2У Дэйлорды сделали чудо и придали всем своим ухищрениям девичий облик. 0Даже лицо, сделанное из пластика и резины, было подвижным и могло выражать эмоции. 0Ее снабдились слезными железами и вкусовыми бугорками, она была приспособлена для имитации человека во всем, 0от дыхания до отращивания волос. 9Счет, который нам прислали вместе с ней, являл собой еще одно чудо, мы с Дэйвом еле наскребли денег, 6пришлось даже пожертвовать Леной и сесть на голодную диету. 0К тому времени я уже сделал много сложных операций на живой ткани, и некоторые из них требовали великой наохотчивости, 9но я почувствовал себя студентом-медиком, когда мы откинули переднюю панель ее торса и стали вглядываться в 9переплетение ее, нервов. 9Дэйв уже подготовил автоматические железы, компактное устройство из радиоламп-проводов, 6которые гетеродинировали электрические импульсы, возникающие при работе мысли, и изменяли эти импульсы таким же образом, 7как адреналин влияет на реакцию человеческого ума. 9Вместо того чтобы спать, мы всю ночь вглядывались в схему Елены, прослеживали ее мыслительные процессы в лабиленте Цепи и 9вживляли то, что Дэйв назвал, гетеронами. 8И пока мы работали, в дополнительную катушку памяти с ленты водились тщательно подготовленные мысли о самосознании, 9о человеческих чувствах и восприятии жизни. 9Дэйв считал, что надо предусмотреть все без исключения. 9Уже расцвело, когда мы кончили работу, выдохшиеся и взвинченные. 9Оставалось только оживить Елену, включив электрический ток. 9Как и все машины Дильмарда, она работала не на батареях, а на крошечном атомоторе, 0который после включения больше не требовал внимания. 9Дэйв отказался включать ее. 9- Подождем. 9Давай сперва выспимся и отдохнем, – сказал он. 9- Мне самому не терпится, как и тебе, но мы немного и поймем такие вот, смертельно усталые. 0Сворачивайся, оставим пока Елену в покое. 9Хотя обоим нам не хотелось откладывать включения, мы понимали, что отдохнуть не мешало бы. 9Мы все бросили, и не успел аппарат для кондиционирования снизить температуру воздуха до ночной, как мы уже спали. 9Я проснулся от того, что Дэйв тряс меня за плечи. 5- Фил! 9Очнись! 8Я зевнулся с тоном, перевернулся и посмотрел на Дэйва. 9- Ну? 9А ох! 9Что там? 9Елена уже… 9- Нет, это старая миссис Ван Стайлер. 9Она видеофонировала и сказала, что ее сын влюбился до безумия в прислугу. 9Она хочет, чтобы ты приехал и дал контргормоны. 9Сейчас они на летнем отдыхе в штате Мэн. 9Богатая миссис Ван Стайлер. 1Я не мог позволить себе отказаться от этого вызова после того, как Елена поглотила остаток моих сбережений. 9Но за такую работу я обычно не брался. 8- Контргормоны! 0На это уйдет полных две недели. 8К тому же я не из тех светских врачей, которые ковыряются в железах ради того, чтобы делать дураков счастливыми. 9Я берусь только за серьезные случаи. 9- И ты хочешь понаблюдать за Еленой? 3- Дэйв ухмылялся, но говорил серьезно. 5- Я сказал миссис Ван Стайлер, что это будет стоить ей пятьдесят тысяч. 8- Сколько? 5- Она согласилась, только просила поспешить. 9Разумеется, выбора у меня не было, хотя я с большим удовольствием свернул бы жирную морщинистую шею миссис Ван Стайлер. 7У нее не было бы никаких неприятностей, если бы она в своем домашнем хозяйстве пользовалась услугами роботов, как все, 0но богатство вынуждало ее оригинальничать. 9Итак, пока Дэйв дома забавлялся Еленой, я ломал себе голову, каким образом напичкать Арчи Ван Стайлер контргормонами, 9а заодно дать их и горничной. 9Меня об этом не просили, но бедная девочка была по уши влюблена в Арчи. 9Дэйв, казалось, мог бы держать меня в курсе дела, но я не получил от него ни строчки. 9Только три недели спустя вместо двух, доложив, что Арчи, выздоровел, я принял гонорар. 0С такими деньгами в кармане я мог позволить себе заказать спецрейс и прибыл ракетой в Мясину через полчаса. 9До дому было рукою подать. 1Войдя в прихожую, я услышал легкий топот ног и голос, полный страсти, 9- Дэйв, милый, это ты? 8С минуты я не мог произнести ни слова. 8И снова донесся умоляющий голос, 9- Дэйв! 0Не знаю, чего я ожидал, но я никак не ожидал, что Елена встретит меня таким образом, она становилась и поднимая, 3пристально смотрела на меня, на лице ее явно было написано разочарование, ручки, прижатые к груди, трепетали. 4- О! 9- Воскликнула она. 8- Я думала, это Дэйв. 8Теперь он совсем не ест дома, но я все равно жду его к ужину. 9- Она опустила руки и, сделав над собой усилие, улыбнулась. 1- Вы Фил, не так ли? 2Дэйв говорил мне о вас, когда… сперва. 9Я очень рада, что вы вернулись. 5Фил. 8- Рад видеть тебя в добром здраве, Елена. 3- А что еще можно сказать при обмене любезностями с роботом? 3- Ты что-то сказала насчет ужина? 9- А да. 8Наверно, Дэйв опять поужинает в центре, так что мы с вами можем сесть за стол. 9Так приятно, когда в доме есть с кем поболтать. 9Фил. 9Вы не возражаете, если я буду вас звать просто Филом? 9Кажется, вы что-то вроде крестного отца мне… 5Мы ели. 9Я не рассчитывал на это, но, видимо, она считала поглощение пищи таким же нормальным явлением, как хождение. 9Правда, ела она мало, а все больше поглядывала на входную дверь. 9Когда мы уже кончали ужинать, пришел Дэйв, хмурый как туча. 9Елена было встала, но он улизнул наверх, бросив мне через плечо, привет, Фил. 9Зайди ко мне потом наверх. 9С ним было что-то совсем неладное. 9Мне показалось, что глаза у него тоскливые, а когда я повернулся к Елене, то увидел ее в слезах. 9Она всхлипывала и тем не менее принялась поглощать неуместно много пищи. 9- Что с ним… и с тобой? 9- Спросил я. 9- Он устал от меня. 9Она-то двинула тарелку и торопливо добавила, вы лучше поговорите с ним, пока я приберусь. 9А со мной ничего не случилось. 9Во всяком случае, я ни в чем не виновата. 9Она собрала тарелки и бросилась на кухню, могу поклясться, что она рыдала. 9Возможно, весь мыслительный процесс состоит из серии условных рефлексов, но она наверняка была вне себя от этих усилий. 9Когда я уходил. 0С Леной в пору ее расцвета не происходило ничего подобного. 0Я пошел наверх к Дэву, чтобы он помог мне разобраться во всей этой путанице. 9Он доливал водой из сифа на стакан с яблочным бренди, и я увидел, что бутылка почти пустая. 0- Тебе налить? 9- спросил он. 9Кажется, это была неплохая идея. 9Над головой раздался рев взлетающей ракеты, и только он один оставался знакомым мне в нашем доме. 9По провалившимся к глазам Дэвы было видно, что за мое отсутствие он осушил не одну бутылку и не намеревался бросить это 0занятие. 7Себе он налил еще раз, но уже достав новую бутылку. 9- Это, конечно, не мое дело, Дэв, но это зелье твоих нервов не укрепит. 9Какой бес вселился в тебя и Елену? 3Призраки являются. 1Елена ошибалась, он не ужинал в городе… вообще не ел. 9Он так расслабленно рухнул в кресло, что это говорило не об усталости и нервах, а скорее о голодном истощении. 9- Заметно, да? 9- Заметно? 9Вы вот где сидите у меня оба, в горле. 9- Гммм… 9- Он прихлопнул несуществовавшую муху и еще глубже ушел в свое пневматическое место. 9- Наверно, мне не надо было оживлять Елену до твоего возвращения. 8Но если бы не началась другая истерия передачи… 1Во всяком случае, с нее-то все и началось. 9А эти твои сентиментальные книжки довели дело до конца. 2- Спасибо. 9Теперь мне все понятно. 9- Ты знаешь. 9Фил, у меня в провинции есть одно место, фруктовая плантация. 9Отец оставил мне в наследство. 9Кажется, мне надо присмотреть за ней. 9Так вот мы и разговаривали. 9Но наконец, основательно выпив и основательно попотев, я выкачал из него кое-что, а потом дал ему о металл и уложил в постель. 9Разыскав Елену, я стал выпытывать у нее остальное, пока не уразумел, в чем дело. 9Очевидно, вскоре после моего отъезда Дэй включил ее и провел предварительную проверку ее способностей, 9которые вполне удовлетворили его. 9У нее была превосходная реакция, настолько хорошая, что он решил оставить ее в покое и взяться за свою обычную работу. 9Естественно, что она со всеми ее неиспытанными эмоциями была полна любопытства и хотела, чтобы он остался с ней. 9Тогда его осенило. 1Рассказав ей, какие у нее будут обязанности по дому, он усадил ее перед стереовизором, включил какой-то фильм о путешествиях и, 7заняв ее этим, ушел. 1Она досмотрела видовой фильм до конца, а потом станция начала показывать свой серийный фильм с Ларри и Инсли в главной роли, 6с тем самым душещипательным красавчиком, из-за которого расстроились наши отношения с двойняшками. 9Случайно он оказался похожим на Дэйва. 4Елена впитывала в себя фильм, как Ива в воду. 0Зрелище было превосходной и отдушиной для распиравших ее эмоций. 9Когда оно закончилось, Елена разыскала любовную историю в другой программе и пополнила свое образование. 0После полудня по стереовизору обычно показывают новости и ведут музыкальные передачи, но тогда она обнаружила мои книги, 9а я люблю юношеское чтиво. 9Дэйв вернулся домой в лучшем расположении духа. 1Уже в прихожей он учуял запах такой пищи, по какой скучал много недель. 9И он сразу представил себе, какой превосходной домохозяйкой будет Елена. 9Так что для него было совершеннейшей неожиданностью, когда он почувствовал вдруг, 9как вокруг его шеи обвились две сильные руки, и услышал дрожащий от нежности голос, 9- А Дэйв, милый, я так скучала по тебе, и я вся трепещу при виде тебя. 9Возможно, ее техники обольщения еще не доставало некоторого блеска, зато энтузиазма было хоть отбавляя, 9и Дэйв почувствовал это, когда пытался уклониться от ее поцелуя. 9Действовала она быстро и неистово, все-таки в движение Елену приводил атомотор. 9Дэйв не был ханжой, но он не забывал, что она в конце концов всего лишь робот. 9Для него не имел значения тот факт, что чувства, движения, внешность у нее были как у юной богини. 9Не без усилий он вывернулся из объятий Елены и потащил ее к столу. 7Ужиная, он заставил есть и Елену, чтобы этим занятием отвлечь ее внимание. 9После того как она выполнила свою вечернюю работу, он позвал ее к себе в кабинет и поедал, 9прочел ей продуманную лекцию о том, как глупо она себя ведет. 8Видимо, это была неплохая лекция, потому что продолжалась она целых три часа и касалась ее положения в жизни, 2идиотизма, стереофильмов и прочей всякой всячины. 9Когда он замолк, Елена взглянула на него своими влажными от слез глазами и сказала с тоской, 9- Я все понимаю, Дэйв, но по-прежнему люблю тебя. 3Тогда-то Дэйв и начал пить. 9Дело становилось хуже с каждым днем. 0Если он задерживался в городе, она плакала, когда он возвращался. 9Если он возвращался вовремя, она носилась с ним как с писаной торбой и липла к нему. 9Он запирался в своей комнате и слышал, как она внизу ходит из угла в угол и бормочет, а когда он спускался, 9она с упреком смотрела на него до тех пор, пока он не убегал к себе. 8Утром я отослал Елену, придумав ей какое-то поручение, а сам поднял Дэйва. 2В ее отсутствие я накормил его приличным завтраком и дал тонизирующего для успокоения нервов. 9Он все еще был вялоугрюм. 9- Послушай, Дэйв, – прервал я его размышления. 8- В конце концов Елена же не человек. 9Почему бы не выключить ее и не сменить ей несколько катушек памяти? 9Потом мы сможем убедить ее, что она никогда не была влюблена и что в дальнейшем не имеет на это права. 8- Попробуй. 1Я тоже думал об этом, но она так взвыла, что самого старика Гомера могла бы поднять из могилы. 9Она говорит, что это убийство, и все такое прочее. 8Да я и сам не могу отделаться от такого же чувства. 0Может быть, она и не женщина, но поди отличи ее, когда она с мученическим видом говорит тебе, давай убивай. 9- Но мы же не вставляли в нее замену тех секреций, которые наличествуют в человеке в период любви. 9- Я не знаю, что мы там вставляли. 9Может, в гетеронах произошла обратная вспышка или какое-нибудь замыкание? 0Во всяком случае, эта мысль так втемяшилась ей в голову, что нам придется сменить весь набор катушек. 1- Зачем же дело? 9- Действуй. 6Ты же наш домашний врач. 7Я не привык возиться с эмоциями. 0По правде говоря, из-за ее поведения я возненавидел всякую работу с роботами. 9Мое дело прогорает. 9Увидев, что Елена возвращается, он выскочил через черный ход и сел в монорельсовый экспресс. 0Я собирался уложить его в постель, но потом раздумал. 9Может быть, в мастерской ему будет лучше, чем дома. 9- Дэйв ушел? 8У Елены сразу же появился мученический вид. 0- Да. 9Я заставил его поесть, и он поехал на работу. 9- Я рада, что он поел. 9Она упала на стул, будто в изнеможении, хотя до меня не доходит, как эта машина может устать. 9- Фил? 9- Да, в чем дело? 9- Вы думаете, ему со мной плохо? 9Я хочу сказать, вы думаете, он был бы счастливее, если бы меня не было здесь? 9- Он с ума сойдет, если ты будешь продолжать вести себя с ним таким образом. 9Елена вздрогнула. 1Она так умоляюще стиснула свои маленькие ручки, что я почувствовал себя бесчеловечным зверем. 0Но я опомнился и продолжал, 9- Даже если я отключу источник энергии и переменю твои катушки, ты, наверно, все равно будешь преследовать его. 9- Я все понимаю. 9Но ничего не могу поделать с собой. 0Я была бы ему хорошей женой, я в самом деле справилась бы, Фил. 9У меня перехватило дыхание, дело зашло чуть-чуть дальше, чем следовало бы. 8- И родила бы ему здоровых сыновей, наверно? 1Мужчине нужны плоть и кровь, а не металл и резина. 9- Перестаньте, умоляю. 9Такое о себе мне и в голову не приходит. 1По моим представлениям, я женщина. 1И вы знаете, насколько совершенно я могу имитировать настоящую женщину, во всех отношениях. 9Я не могу родить ему сыновей, но во всех других отношениях… 9Я буду очень стараться. 9Я уверена, что буду ему хорошей женой. 0Я сдался. 9Дэйв не вернулся домой ни в тот вечер, ни в следующий. 9Елена суетилась и волновалась, умоляя меня обзвонить больницы и полицейские участки, но я знал, что с ним ничего не случилось. 9Он всегда носил с собой удостоверение личности. 5И все же, когда он не явился и на третий день, я стал беспокоиться. 9А когда Елена решила сходить к нему в мастерскую, я согласился пойти с ней. 9Мы застали там Дэйва с еще одним человеком, которого я не знал. 9Я выбрал для Елены стоянку таким образом, чтобы Дэйв не мог увидеть ее, а она могла его слышать, и вошел, 9как только незнакомец покинул мастерскую. 2Дэйв выглядел немного лучше и вроде бы обрадовался мне. 9- Привет, Фил. 9Как раз собирался закрыть мастерскую. 9Пойдем поедим. 9Елена не вынесла и присоединилась к нам. 9- Пошли домой, Дэйв. 8У меня жареная утка со специями. 9Ты же любишь такую. 9- Сгинь! 9- сказал Дэйв. 9Она отпрянула и повернулась, чтобы уйти. 9- Ладно, оставайся. 9Тебе это тоже полезно послушать. 1Я продал мастерскую. 9Человек, которого вы только что видели, купил ее. 9Я уезжаю на свою фруктовую плантацию, о которой говорил тебе. 9Фил. 9Я сыт машинами по горло. 9- Ты там умрешь с голоду, – сказал я ему. 9- Нет, спрос на старинные фрукты, растущие на воле, все увеличивается. 9Народу надоели все эти гидроапонные штучки. 4Отец всегда неплохо зарабатывал на фруктах. 9Я сейчас же пойду домой, соберусь и уеду. 9Елена гонала свою линию. 9- Я соберу твои вещи, Дэйв, пока ты будешь есть. 9На десерт у меня яблочный пирог. 7Земля разверзлась под ее ногами, но она не забыла, что он обожает яблочные пироги. 9Елена готовила хорошо, если не сказать, гениально. 9Это было сочетание всего лучшего, взятого от женщины и машины. 9Мы сели за стол, и Дэйв съел довольно много. 0К концу ужина он оттаял настолько, что похвалил утку и пирог и поблагодарил Елену за помощь при сборах. 7Он даже разрешил ей поцеловать его на прощанье, хотя решительно не позволил проводить до ракеты. 9Елена пыталась вести себя мужественно, когда я вернулся, и мы, запинаясь, поговорили немного о слугах миссис Ван Стайлер. 9Но мы быстро выдохлись, и Елена все остальное время просидела у окна, уставившись в него невидящим взором. 5Даже стереокомедия не заинтересовала ее, и я вздохнул с облегчением, когда она ушла в свою комнату. 9Она могла понижать подачу питания, когда хотела симулировать сон. 9Со временем я начал понимать, почему она отказывается считать себя роботом. 8Я и сам стал думать о ней как о девушке. 1С ней было хорошо проводить время. 1Не считая тех редких перерывов, когда она уединялась для переживаний или сидела у телескрипта в ожидании письма, 9которое так и не пришло, не нашлось бы никого, с кем было бы так приятно жить под одной крышей. 9В доме стало так уютно, как никогда не было при Лене. 9Я взял с собой Елену в Гудзон, чтобы походить по магазинам, где она хихикала и мурлыкала, 9перебирая шелка и побрякушки, бывшая тогда в моде, примеряла бесконечные шляпки и вела себя как любая нормальная девушка. 1Однажды мы с ней отправились ловить форель, и она доказала, что в ней есть спортивная жилка и что она способна сосредоточиваться 5по-мужски. 9Я наслаждался ее обществом и думал, что она забывает Дэйва. 9Так было до тех пор, пока однажды я не заявился домой неожиданно и не застал ее, скорчившуюся на диване, сучившую ногами, 9истерически рыдавшую. 9Тогда-то я и заказал разговор с Дэйвом. 9Его никак не могли найти, и Елена стояла рядом со мной, пока я ждал, что он откликнется на вызов. 9Она была нервозна и суетлива, как старая дева, пытающаяся заполучить муженька. 9Но наконец Дэйва нашли. 9- Что случилось? 1Фил? 9- спросил он, когда его лицо появилось на экране. 9- Я как раз собирал вещи, чтобы… 9Я перебил его… 9- Такое положение вещей больше продолжаться не может, Дэйв. 9Я решился. 9Я сегодня же вечером повыдергаю из Елены все катушки. 9Уж лучше так, чем видеть, что с ней происходит. 9Елена протянула руку и коснулась моего плеча. 0- Быть может, это лучший выход, Фил. 9Я понимаю вас. 9Голос Дэйва стал прерывистым. 5- Фил, ты сам не понимаешь, что говоришь. 9- Прекрасно понимаю. 1К тому времени, когда ты доберешься сюда, все будет кончено. 2Ты же слышал, она согласна. 2Дэйв стал мрачнее черной тучи. 9- Я не хочу этого, Фил. 9Она наполовину моя, и я запрещаю. 9- Ты самый… 8- Давай называй меня чем угодно… 1Я передумал. 9Я собирал чемоданы, чтобы вернуться домой, когда ты меня вызвал. 9Елена суетилась возле меня, ее сияющие глаза были устремлены на экран. 9- Дэйв… ты хочешь… ты… 9- Я только что пришел в себя и сообразил, каким же я был дураком, Елена. 5Фил, я буду дома часа через два, и если что-нибудь… 9Ему не пришлось просить меня выйти вон. 9Но, еще не успев захлопнуть за собой дверь, я услышал, как Елена что-то мурлычет относительно того, 9что быть женой плантатора, предел ее желаний. 9Они ошибались, думая, что это будет для меня неожиданностью. 9Кажется, я догадывался, что произойдет, когда вызывал Дэйва. 1Если мужчине не нравится девушка, он никогда не поступает так, как вел себя до сих пор Дэйв, так ведут себя, когда думают, 9что девушка не нравится, ошибочно думают. 8Ни из одной женщины не получалось более милой невесты и приятной жены. 9Елена не остыла в своем рвении хорошо готовить держать дом в порядке. 9Когда она уехала, наше старое жилище, казалось, опустело, и я стала наведываться на плантацию раз, а то и два в неделю. 9Временами, наверно, у них были свои тревоги, но я никогда не замечал этого, и я знаю, что соседи никогда не подозревали ничего, 7считая их нормальными мужем и женой. 2Дэйв старел, а Елена, разумеется, нет. 9Но, говоря между нами, мы с ней покрывали ее лицо морщинами и меняли ее волосы на седые, чтобы Дэйв не догадался, 6что она не стареет вместе с ним, мне кажется, он забыл, что она не человек. 8В сущности, я и сам забыл. 5И, только получив сегодня утром письмо от Елены, я вернулся к действительности. 9Почерок у нее красивый, и только местами у нее дрожала рука. 9В письме сообщалось о том неизбежном, что не предусмотрели ни Дэйв, ни я. 9- Дорогой Фил. 9Как вы знаете, Дэйв уже несколько лет страдал сердечной болезнью. 9Мы думали, что он выживет, но, видно, нашим надеждам не суждено было сбыться. 8Он умер у меня на руках перед самым рассветом. 9Он просил передать вам свой прощальный привет. 9Я прошу вас, Фил, о последней милости. 9Для меня остается одно после того, как все будет кончено. 8Кислота разъедает металл так же, как она разъедает плоть, и я умру вместе с Дэйвом. 9Пожалуйста, присмотрите, чтобы нас похоронили вместе и чтобы гробовщики не открыли моего секрета. 9Дэйв тоже этого хотел. 9Бедный, мой милый Фил. 9Я знаю, что вы любили Дэйва как брата и что вы сочувствуете мне. 9Пожалуйста, не слишком горюйте о нас, потому что мы прожили с ним счастливую жизнь и оба считали, 9что должны перейти этот предел рука об руку. 5С любовью и благодарностью, Елена. 9Рано или поздно это должно было произойти. 9Я немного оправился от потрясения, нанесенного мне письмом. 9Через несколько минут я уезжаю, чтобы выполнить последние пожелания Елены. 9Дэйв был счастливцем и моим лучшим другом. 9А Елена… 9Ну, как вы уже знаете, я глубокий старик и могу смотреть на вещи более трезво. 9Я мог бы жениться, создать семью, наверное, но… на свете была только одна Елена love.